Ну, видимо, празднуем первый наш этот... Так как я не взял... Я, несмотря на то, что был в кофейне, я не взял B-Energy, я сегодня был в магазине товаров из Японии, поэтому у меня нектар... Субо-субо! Блядь, камера же здесь. Не та камера, не та камера. Да, у меня здесь камера... Если я внезапно что-то буду показывать вот так, знаете, я дурак, который забывает то, что камера... Если что, я тебя буду поправлять. По мере возможности пытаться. Ну, а у меня сегодня не потребляй-ка, дегустируй. В общем, добро пожаловать на первый выпуск и, возможно, даже последний, мы хуй знает, куда это все зайдет, подкасты, которые мы очень оригинально решили назвать поп-робуем. Потому что мы говорим здесь о всякой попсе, поп-культуре, гик-штуках и вот этом, типа, ну вот мы два старых деда шарим. Да, типа шарим. Кто эти два старых деда? Я Мишаня Миксама. Алексей Клайф. Вот. И, в принципе, и, в принципе, спасибо большое, что были с нами. Ай, даже не знаю. В общем, что у нас сегодня вообще на повестке дня? Вообще на повестке дня, учитывая то, что мы перейдем к тем, которые мы выписали, но учитывая то, что до того, как мы выписали тему, случилось две вещи, которые я тоже хочу обсудить вначале, чтобы не забыть их потом к концу. Первое. Ирония. Все мы любим такое вещь, как ирония. Обожаем. Вот. Мы очень сильно задумывались о том, что, типа, это шоу будет, типа, одного выпуска. Типа, мы, скорее всего, забросим. Мы, может, даже не запишем, потому что, да, у нас есть желание как-то попиздеть о всем прекрасном. Причем, ну, типа, попиздеть, попробовать. Я добавлю, в принципе, что по большей части подкаст вот этот, это была инициатива, собственно, Алексея, как раз-таки и случившееся из-за одного очень хорошего пиздежа, который у нас случился. конструктивного диалога. Так вот. Да. Два разгона, связанные с Ютубом. Первое. У Мишан недавно вышел ролик, из-за чего он теперь обожает трумалин, который он держит в руках, от BNRG, который создан благодаря Валентину Сайгаку, который принял там участие. Бегом смотреть. И момент с Ютубом про номер 2. Валя, привет, еще раз большое спасибо. Еще раз большое спасибо, что согласился. И момент с Ютубом номер 2. Недавно, на днях, кажется, позавчера, один такой комик, малоизвестный, Данила Поперечный, выпустил видос с новой рубрикой и там, сука, была как раз шутка, что, типа, очередное шоу, которое, возможно, продержится два выпуска. И я такой, ты опять сместил меня шутку, сука. Нет, слушай, до справедливости ради у него такая херня постоянно происходит? Да. Так что, мы, естественно, не первонахи в подкастах, но мы постараемся сделаем. Я скажу лишь то, что это, знаешь, это не шутка, это, в принципе, такая установка, которая происходит. Да, у всех примерно. Вот, просто, у него новый проект, я не знаю, с чем возвращаться на Ютуб, потому что все идеи, считаю, что говно. А я все-таки предлагаю тебе сделать нарезочку, но сделать ее, знаешь, по-особенному, знаешь, типа, тоже вот... Я даже это не придумаю. Ну, я подумаю. Слушай, всякое можно придумать, можно придумать многое. Возможно, я тупой. И учитывая то, что я тупой, и ниши иногда не блещут умом только креативностью, мы выписали темы и попробуем, собственно, по ним пройтись из того, что было, скажем так, интересно на днях, днях в течение, ну, полугода. Очень актуалочка будет. Сколько мы планировали подкаст этот, давай честно. Мы планировали подкаст месяц. Мы кое-как собрались и сейчас я вышел в отпуск и, наконец-то, типа, я точно знаю, что время есть. Да. Причем, на самом деле, если бы мы дошли до этого еще раньше и еще там за месяца два или три назад, то, возможно, мы бы даже записали его вживую. Да. Потому что я на тот момент как раз-таки находился у вас. Может быть, все в будущем как бы и случится. Но мы посмотрим это. Ну, мы посмотрим. Значит, все темы, которые мы сегодня обсуждаем, это исключительно то, с чем мы ознакомились. И среди этого всего не существует актуалки в принципе никакой. Это просто что-то, что мы решили выбрать. Потому что, ну, опять же, мы не профессионалы в ведении подкаста, и мы в этом будем бесконечно оправдываться. Но то, на чем мы опирались, это андеррейтед. Скажем так, сегодня выпуск такой. Потому что мы поговорим про... Ну, слушай, как сказать андеррейтед? Потому что мы сегодня затронем анимеху о Шиноко, а это ни хера не андеррейтед. Это как раз-таки оверрейтед. Очень сильно. Я заметил, заметил, я общался как бы со стримерами, учитывая то, что я сам обитаю на Твиче. Подписывайтесь на него, кстати. Возможно, даже так. Многие очень, ну, как бы, недоверительно относятся к Звездному дитя, потому что название и обложка выглядят как, типа, что-то про айдолов, типа, Лав Лив. Все услышали как бы трек, естественно, ну, про его, про трек и текст мы сегодня поговорим, но, как бы... Это я затрону, а ты обязательно по-моему, любимая общая часть. Ну, круто, прикольно, но, типа, не обращайте внимания. И я говорю, бля, ребят, посмотрите, просто реально посмотрите. Не все смотрят Гигука, не все смотрят переводы Джоши Зо, чтобы понять, что, блин, оно не просто про айдол-группу, ребят. Это правда. И поэтому, как оказалось, многие, кто, ну, смотрят аниме постольку, или вообще к нему никак не притрагивались, а у нас все-таки в РФ, СНГ, это большая часть народа, блядь, понятия не имеешь, что такое звездное дитя. И я понял то, что да, оно все-таки еще не вышло за рамки популярности, прям, дичайший бешеный. Я просто... знакомились, тем молодцы, да. Я просто очень много смотрю YouTube шорцев, и там столько всякой херни про то, что ой, а вы заметили вот эту деталь, а вы вот эту деталь, блядь, а почему у них, знаете, как глаза звездочки у них работают? Поделитесь тогда со мной этими шортами, потому что у меня во всех шортах был только кадр с песни вот Star Terrain, где Аква танцует с тремя палочками. Просто открываешь любой шорт, и они повсюду, на самом деле. У меня, я сказал, у меня трижды попался Star Terrain, и у меня не попадаются по уши на... Не знаю, очень на... В принципе, ладно, раз уж мы на это нашли, в общем, давай немножечко, собственно, сразу про звездное дитя. Что это вообще такое? Для начала, Гигука я тоже смотрел, и переводы Джошу Зо я тоже уважаю, и, да, про эту мангу я знал еще тогда, и частично, как бы, знал, про что она, но, естественно, в подробности не вникал, потому что, ну, я уже был немножечко взрослым, чтобы читать мангу, ну, потому что я читал просто всегда в удобном приложении для себя, Manga Rock, в один момент оно решило, а мы больше, короче, не будем публиковать пиратский контент, мы хотим... Да, мы хотим делать лицензию, короче, мы теперь будем закупать лицензию, в итоге они закупали лицензии со странных вебтунов, и ничего там, блять, интересного не вышло, а удобная читалка пропала. Вот, и поэтому с Manga я не ознакомливался, но понимал, про что она. Вот, а когда вышел сериал, я случайно заспойлировал себе первую серию, и, блять, Колобанга, если ты это смотришь, пошел нахуй. Ну, ладно, не иди, я тебя уже послал, в принципе, в личке. И, в общем-то, даже несмотря на это, в итоге мне все понравилось. В общем, короче, главное в чем суть, это сериал от создателей Кагуи. Точнее как, это манга от автора госпожи Кагуи в «Любви как на войне». А это, блять, лучшая романтическая комедия из всех существующих и существовавших когда-либо. Подтверждаю. Абсолютную базу выдаю здесь. Он не выступал как художник, художником там выступал, я его не знаю, его имени, к сожалению, не про факт-чекинг уровень, блять, да? факт-чекинг уровня уровень, важно, что он писал историю. И то, что он там написал, на самом деле разъеб полнейший. Особенно то, что он написал под то, что попало в первый эпизод. А особеннейший разъеб происходит именно в нем. Потому что первый эпизод длится, ебать, час двадцать, нахуй. Двадцать две минуты. Двадцать две. Это вообще охуеть. То есть это, это не как стандартные там иногда бывают первые эпизоды по сорок минут длятся. А это прям, блять, сука, полнометражный фильм, который заканчивается просто нахуй разрывом сердца. После чего идет абсолютно другая идея у сериала. В общем, про что у нас он? Можешь перехватить инициативу, я не умею так долго говорить. Хорошо. Попробуй, мы все-таки очень сильно крайне пиздец, как рекомендуем ознакомиться с сериалом лично, поэтому, естественно, Миша, скорее всего, это будет монтировать. Вставляешь тайм-код, потому что я постараюсь сейчас обтекаемо говорить, но, блять, спойлеры. Спойлеры будут. Давай так, финальный поворот первой серии мы спойлерить не будем. Или придется, или нахуй. Я сейчас хочу затронуть то, что было вокруг. Давай, да, реально, все-таки основной, потому что первая серия, она как бы реально канон-ивент, так сказать. Да, я буду затрагивать все, что вокруг, и сюжеты из самого аниме, плюс манги. Я дочитал сейчас весь текущий ангоинг, сегодня еще выйдет глава, и после подкаста я только увижу, что там будет дальше, но там небольшое ответвление от основного сюжета, поэтому... Я не читал, кстати. Вот, я на 125-й главе, здравствуйте, я все еще пользуюсь монголибом. Вот, по большей части поговорим про самого, наверное, персонажа, Пошина Ай, и то, как ее пытаются раскрывать, то есть, вот именно вот здесь и сокрыта гениальность. помимо самого сериала, крайне рекомендую ознакомиться с мангой, да не простой. Смотрите, в Японии, когда был кинотеатральный, блядь, релиз первой серии, кинотеатральный, я до сих поражен. Неудивительно, сколько хронометраж у нее. Да, всем раздавали буклет с историей 45-10. Это магическое число всего сериала, на нем очень много завязано. В этом буклете... А, вспомнил, вспомнил, подожди. А разве оно такое маленькое было? Да. Там предыстория от одной из участниц той айдол-группы, о которой идет сюжет. Называется она... Смотри, я немножечко забегу вперед, смотри, это же число попыток было, да? Правильно я понимаю? Нет, это сам пароль. Нет. Я сейчас объясню. Сейчас вот начнутся спойлеры. Подожди, спойлеры будут. Я вам говорю. Ладно, я просто думал, что он типа несколько... Вот сколько раз он и подбирал, столько... Ладно. Или там, блядь. Вот. Для тех, кто посмотрел, чтобы... Вот вы сейчас... одинаковое число было, я не помню уже просто. Сейчас ты поймешь. Давай. Для тех, кто уже посмотрел, добро пожаловать. Вот сейчас вы можете тоже сесть и такие как... Все остальные выключайте нахуй, пиздуйте смотреть быстро и потом... Потом вы нас поблагодарите или... Или как некоторые мои знакомые, наоборот, скажете, типа, что за перехайпленная херня, ну как бы прикольно. Я потом скажу, почему у меня некоторые знакомые так думают. Как зовут того чувака из «Однажды в Голливуде», который... Рик Далтон. Вот. Как Рик Далтон, короче, будете сидеть сейчас. Да. 45510. Небольшая такая манга, мягко говоря, одна HTML-страничная, она в свободном доступе. Йонкома, мы шарим, как называется. Шарим, типа. В которой рассказывается все уже после событий, незадолго после событий. Я-то художник, я-то должен шарить. Да. От лица одной из участниц группы, которая высказывает свое мнение по поводу Ай и находит какую-то таинственную запись интервью, которого не было нигде. Она находит его в каком-то очень в данном качестве. Его, походу, слил тот, кто, ну, типа, кто-то из сотрудников съемочной площадки. Там вот задают сратые вопросы. Она после этого чуть-чуть проникается в воспоминания. Заходит в Twitter-аккаунт, который был общий у Бекомачи и находит там неопубликованный черновик от имени Ай, в котором она полностью раскрывает свои все эмоции о том, типа, что, ребят, простите, что я зазвездилась, я знаю, что вы не хотите мне об этом говорить, типа, давайте мы лучше нормально поговорим, меня это все гложет, давайте я перестану вам врать и прочее. А вот тут у меня возникает интересный вопрос по поводу хронологии. А в ее время был Twitter уже? Или он тогда только появлялся? Потому что... Ну, вообще, как бы да. То есть нам... Там показывается текущее время. Ну, потому что, как я понимаю, типа, Ай выступала условно в начале нулевых, если так думать. Не, ну, смотри, типа, если задолго после, хорошо, вот смотри, там уже вот Руби и Аква отображены в нашем время, прямо вот в нашем времени, 2020, ну, 2022, 2023 год. 16 лет назад. Да. Это... Был 2006... Восьмой где-то примерно получается. Так. Я считать не умею. Но, по-моему, 2008, 2007, где-то так. 2007, по-моему. Вот. Twitter. Он 2006, по-моему, появился. 2006. Тогда ладно, хорошо, припринимаемся. Мы можем сейчас опираться, конечно, на наш перевод. Возможно, какой-то... Да, я очень люблю докапываться на таких аналогических мелочей. Возможно, имелся в виду форум. Какой-то. Потому что форумы тогда были, ну, гораздо популярнее. То есть, какой-то личный форум Бекамача, а не страничка в Твиттере. Может быть, я просто объебался с найденным переводом. Потому что, ну, каждый, ну, помимо переводов пытается еще и адаптировать. Скорее всего, да, учитывая время, это был форум, но... Или хоумпейдж. Вы поняли, о чем я. Вот. Она нашла этот черновик, удалила его, чтобы никто больше не увидел. И там пароль, кстати, то есть, она пыталась залогиниться под вот эту админскую четку. Тоже 45-10, да? 45-510. И там объясняется, что 45-510. Подожди, подожди. Стоп, я не расслышал первый раз. 45-510. Вот теперь я верю. Вот теперь я верю, да. Потому что, я просто опять же помню, что, по-моему, он в аниме даже говорил, Аква как раз говорил, что, типа, это 45-510-я попытка. Как раз таки. И вот ее он именно вводит. Вот что я запомнил. Просто мне первый раз послушалось, типа, просто 45-10, 4-4-4-510. Мне послушалось. Вот. Я вот в этом, сейчас, я глухой человек просто. Да. Так вот, 45-510. Не имею. Почему, собственно, такое число, это... 42. Я хотел показать на телефоне, но телефон-то как раз у меня используется как камера. Представьте себе кнопочный телефон. На цифре 4 у нас будет ТА. Та Камины. Это одна из участниц группы. НИНО. Если два раза нажать на 5, будет НА. То есть, 45-510, 4-5-5 мы уже использовали. А! Один! Ты имеешь в виду, стой, на японской клавиатуре. Да. Японская клавиатура это имена всех участниц группы, получается. Да? Ебать. 45-510 это зашифрованные имена всех участниц группы. И последняя, 0, на цифре 0, ВА, в Атанабе. Это последняя часть группы. Ага. Вот. Так, я даже... Клавиатура, которая называется КАНА на телефонах, вот таких вот кнопочек, это и ответ. Так что... Я когда нашел, что-то обрадовался. И к чему мы плавно переходим? Хуня, об этом поется в тексте песни Айдл. Об этом есть отсылка, то есть сама песня начинается... Если что, вот примерно вот так эта клавиатура... Я на секундочку, пожалуй, сейчас отрублю у себя размытие, потому что... Ты можешь потом скрин вставить, на самом деле, чтобы проще было. Тоже верно, но я слишком за живое повествование в прямом эфире. В общем, вот так примерно выглядит эта клавиатура у нас. То есть собственно считайте циферблат кнопочного телефона условно. Считайте циферблат циферблат. Да. И собственно иероглифы азбуки хирогана. Которые как раз таки и считаются как вот их вот. Да. Получается. И цифра 5 это как раз таки у нас на. То есть не в смысле, что 5 это на 5, это у нас го, насколько я помню. А в смысле буква. На ней находится такая. Символ. Да. Ну то есть там два раза на 5 нажать будет. Да. Да. Вот. Потом ну как я уже сказал к чему подвожу. Интервью которое она смотрела из-за которого участница она не названа. То есть это одна из этих четырех но не она то есть не назвалась в этой плане. Анонимная участница Бекамачи. Да. Анонимная участница Бекамачи она смотрит это видео с интервью и фразы которые ну то есть там являются вопросами в сторону Ай это первые строчки трека Айдл. Можете блять посмотреть прям перевод. У нее там начинается что типа куда вы ходите типа что вы любите есть куда вы ходите гулять а из первого куплета это понял типа да куда любишь ходить что ты любишь есть да понял понял это это ебать еще больше на самом деле это больше того что я сам нашел когда я слушал я копал сука как диггер слушай я поражен я поражен спасибо вот когда перейдем на третий куплет как раз скажи мне я включусь в эту на самом деле вот здесь ну переходы самое крупное мое вот исследование оно как бы заканчивается в начале именно здесь дальше все что то что мы сейчас будем трогать связанное с клипом сейчас я скорее всего лучше тебе передам слово потому что именно все отсылки в переводе второго и конца третьего куплета нашел первым ты я про второй даже мало что скажу на самом деле просто скажу такую вот интересную вещь что когда я впервые слушал даже не впервые а просто я много кучу раз слушал слушал и как так как я немного изучал японский язык некоторые слова мне на слух бросаются и что-то мне там в третьем куплете там бросилось типа в такой интересной манере типа айштыру я такой типа окей это звучит так как я понимаю что айштыру типа это я тебя люблю но это звучит так как будто она прям издевается что там она очень хитро говорит айштыру да я такой типа ай типа я тебя люблю что ты думал бля это правда подъебала нахуй вот такой перевод я примерно думал потом я прочекал этот самый официальный перевод у песни айдол от группы я особи которая исполнила ее опенинг опенинг сериала у нее есть официальная английская версия в том числе ими же исполненная я прочекал и типа посмотрел такой да перевод третьего куплета ну в принципе то есть смысл его примерно такой же как я и понял из своих очень даже не н5 познаний но прочеков перевод еще более подробно соответственно с первого куплета по самой второй я осознал то что все что поется в песне это пересказ всего первого эпизода с самого начала до самого чуть ли можно даже сказать всей жизни айхошина от ее лица с самого начала до самого конца где в конце она как раз таки и говорит о том что все вот эти ее чувства наконец таки стали правдой которые она долгое время лгала а эта ложь наконец таки стала правдой это вот буквально прям последняя строчка песни последние слова песни и это последние слова ай и последние слова ай буквально потому что мы помним чем закончился третий эпизод более того я дико обожаю этот первый первый эпизод первый эпизод третий куплет да я дико обожаю ну там точнее еще бридж был потом еще последний припев и вот как раз таки в нем последние слова я дико обожаю эту песню также за ее звучание потому что она начинается я может ее даже на фоне чуть-чуть вставлю включу она начинается как стандартная такая типа джей-поп запил ничего особо удивительного как бы да ну мощный звук такой достаточно объемный который постепенно переходит в ебать оркестровый хор он на секунду переходит где поется кстати что типа ты мой спаситель ты мой спаситель your my savior там поется my savior мой истинный спаситель да вроде вот вообще вот когда я этого еще типа не знал просто слушал думал что не разбирал не разбирал слова сначала на слух я такой типа блять да то есть ебать это охуенно подходит к тому во что перетекает история а второй куплет начинает звучать первый куплет звучит абсолютно как джей-поп песня как и припев соответственно ничего там особо удивительного это период бекомач это период бекомач условно да второй куплет начинает звучать уже несколько так сказать я назову это позлее гораздо гораздо злее и третий куплет звучит прям максимально по-злобному и полностью вся третья половина первого куплета уходит в такой ебучий оркестр что просто мурашки нахуй по коже и все что вот это поется про то что да я тебе там все время лгала все постепенно переходит уже там как раз таки на ее детей что она как-то их там ну воспитывает вроде как хочет чтобы они стали теми пошли по ее пути условно я не помню уже точно слова там не скажу вот ну и типа прикол в том что все вот эти вот моменты когда условный стиль стиль песни меняется с попа с джей попа на вот этот вот оркестр это все происходит в тайминге ключевых событий сериала всего первого эпизода если их подставить все просто блять происходит вот так как оно есть и это просто вот я когда эту сопоставил все я такой просто блять гений нахуй просто вот тому продюсеру который пришел к ее особе сказал ебашьте блять дьявольский хор посреди блять и вот так вот так нарежьте его просто блять нахуй и запихните еще отсылку к деве Марии пожалуйста там есть она вот это я не знаю уже она когда идет бридж где она говорит кстати вот это косяк перевода потому что в японском ну в японском оригинале она когда произносит аква и руби она не говорит конкретно про детей аква и руби она говорит она говорит про цвета глаза рубинового цвета скрываемые веком и шум воды то есть не буду дословно говорить каждую строчку причем в английском переводе я ничего про акву не помню а вот про глаза цвета рубинов я помню вот там просто следующая строчка идет что ну типа предстала пред вами как Мария ну Мария внебрачное зачатие сюжет ну вы поняли короче отсылки на этом как раз этот бридж заканчивается по сути вроде бы вот да все вспомнил вот больше по отсылкам конкретно к клипу и первой серии я думаю нам особо не стоит рассказывать лучше особо да сказать нечего ну естественно это часть для тех кто уже наверное посмотрел да мы и так уже в принципе рассказали идите посмотрите еще да это все настолько как бы все равно вне контекста мы рассказали так что все будут все кто не знают все кто не смотрели да все равно будут сидеть и блять о чем они нахуй говорят вы просто пойдите и посмотрите хотя бы первую серию а дальше уже останетесь спойлеры и отсылки что я нашел давайте для начала старая заранее несколько плюсиков того что это у нас во первых аниме про айдолов которые нихуя не про айдолов а про их внутря который он разбирает а про шоу-бизнес давайте про шоу-бизнес в целом именно этот шоу-бизнес и деконструирует его темную его сторону и как говорят собственно люди которые реально находятся в шоу-бизнесе они мы которые иногда следим за закулисьем и по случаю бываем, может быть, к тебе это больше относится, я думаю, то все говорят, что это ебать настолько точно передано, вот тот же Гигук тоже самое говорил, что это самая точная деконструкция из всех. Я сегодня был на съемках? Да! Да, ребята! Это точно так же выглядит. То есть, если у нас некоммерческие фанатские съемки и у нас за кадром остаются вещи, как нам приходится, типа, резать, хуево играть, для того, чтобы не выделяться, для того, чтобы быть ближе к оригиналу. У нас, типа, снимается фанфильм в сеттинге Ластафаса. И режиссер, типа, мы не будем переигрывать и добавлять от себя тяну, потому что мы хотим чуть-чуть сыграть на чувствах ностальгии. Ну, типа, чтобы игроки, ну, типа, те, кто знакомы с историей по игре, прочувствовали сцену, как будто они ее, ну, типа, они видят ту же самую сцену. Хотя мы знаем то, что у Ластафаса первого был проблем с русским переводом из-за директора озвучания, то, что там все записывалось в торопях. И не стоит, наверное, акцентировать именно вот на продукт 2013 года. Это сейчас движки могут более-менее укладывать язык. Тогда было это чуть-чуть сложнее и получилось, но чуть-чуть всратая. И поэтому, да, мы, короче, максимально у Ластафаса, по-моему, кстати, этот... У него, по-моему, нет автолипсинка никакого. У них, типа, все рты анимированы заранее, нет? Там, да, там был фикс. Ну, короче, да. Вот. Применимали в расчет. В любом случае. К чему вы вообще все? Отсылочки. Возвращаемся к Бошиноку. Подожди. Это еще не все. А сторона шоу-бизнеса это же детектив и это же Исикай. Да. Вот. Вот за это мы сразу кидаем плюсы, потому что что мы делаем с Исикайами? Мы их обожаем. Ни одного не смотрел. Два смотрел. И сейчас просто рекламная пауза. Секунду. Я достану реквизит. Ну, мой реквизит... Я только сейчас просто вернулся домой и не успел реквизит достать из сумки. Поэтому я достаю его с сумки прямо сейчас. Типа, Исикай мы уважаем настолько, что... Что я их рисую. Вообще. Ты рисуешь? Да. Вот. Это у нас что? Камера с этой стороны, да? Блядь. Да, ноги... Я так, сука, и не посмотрел. Я очень... Мне очень давно рекомендовали рассказывать. Я не посмотрел. Я взял первую книгу недавно и сегодня я такой подхожу. Ага. Просто все оставшееся взял. Нормально. Обанкротил себя. А они... Они недорогие. Простите за удар по пуп-фильтру. Больше так делать не будем, потому что следующего выпуска тоже не будет. Да. Да. Помните, что следующего выпуска может не быть, несмотря на то, что на него собирался прийти звездный гость. Ну, если он и собирался, конечно. Я просто думаю, что он, скорее всего... Если он сам вспомнит, что очень навряд ли, то мы возьмем ему, конечно. Но ты же скинешь ему ссылочку на это, да? Да я не знаю, а надо. Вот я сейчас скажу кое-что, и ты скинешь ему ссылку. Дядя Пи, приходи. Давай, да. Все, теперь ты скидываешь ссылку. Вот теперь я скидываю с таймингом ему. Теперь, я не знаю, еще рано для тайм-кода на возвращение отсылки, потому что... Да. Сейчас включаете Рика Далтона Х2, если вы так же, как и я, читаете мангу в Онгоинге, потому что, блядь, вам не терпится, сука! И вы прочитали всю Кагую. Две забавных отсылки, которые я нашел в манге. Первое. Просто я скидывал тебе этот кадр, можешь его где-то сюда вставить. Может быть, если, да, я вспомнил. Первое, это во время терок между Аквой и Руби, автор взял и вставил кадр «Сегодняшняя битва окончилась поражением обоих». И я думаю, что все помнят куда-то отсылка. Ну, это... Вторая отсылка уже в Кагуе. Ну, потому что пока Кагуе еще не была... Я не буду тащить свои 7 томов, блядь, пожалуй. Ты не тащи, у меня они просто все рядом, да. А, у меня на стеллаже. О чем я? Мы тут можем легко показать, что... Нихуя мы не можем легко показать, мне это... Потому что у тебя опять надо. Фокуса нет. Да, потому что мне она... Звездная вебка. Вот, похуй. Не видно нихуя, похуй. Так, я попил. А, возвращаюсь. «Звездное дитя» выходило по Кагагуе, еще была в процессе. После где-то 170-й главы, после выпуска третьего класса, если кто помнит арку с Цубамой Каясу, именно после ее выпуска, они пошли в караоке. И именно в конце главы, там, где обычно делают эту маленькую зарисовку, там Каясу в караоке пела... «Твой айдол начинается с буквы Би...» Ну, поняли. Она пела песню Бекамачо? Там именно была строчка «Твой айдол начинается с буквы Би». Это песня Бекамачо, которую исполняла Ай после возвращения. Хотел бы я сказать, конечно, что типа «нихуя себе, у них одна вселенная», но потом я вспоминаю то, что ты мне кидал, и такой типа «блядь, ну как бы да». Продолжаем. Вот сейчас я перехожу к последней, самой крутой отсылке. Остальные, ну, может быть, я какие-то не заметил, они именно в манге пересекались. Я не уверен, что в сериале будет эта отсылка, поэтому, возможно, ловите эксклюзив. Я думаю, будет. В какой-то момент Руби становится популярной, ведь они устраиваются в школу не для совсем обычных детей, они же все-таки, ну, как бы, дети директора Ичига Продакшн, хоть и приемный. Но, ну, вы поняли. Но по факту, типа, важные шишки... У меня вебхар встала, да? Да, да, блядь. Черт! Оно живое? Да. Хлопок. Блин, слава богу, он просто именно в гибернацию ушел при низком заряде. Да, хлопок, хлопок. Все, просим прощения за технические шоколадки. Их будет много, вы можете смело хуесосить за них нас в комментариях. Мы, типа, будем стараться не исправить все недочеты по ходу дела, а пока... Будем стараться не исправлять их, да, именно. Я просто еще и остановился такой, типа, момент, который, возможно, не покажут в сериале, и, блядь, камера вырубается. Это секрет с тобой. У тебя косака, короче, просто, знаешь, специально такой, типа, сука, только попробуй, блядь, рассказать. Так вот, когда Руби становится уже популярной, в какой-то момент ее приглашают на фотосессию, и она рассказывает об этом подруге Ариме Кане. Ну, то есть, когда она же пришла... Возможно, лучше девочки сериала, кстати. Вообще, кстати, да. Кстати, да. Кана? Краш, просто. То, что... У меня была прекрасный фотограф. Сейчас, те, кто читали Кагу, такие, опа. Они уже сразу понимали. Была прекрасный фотограф. Она меня очень сильно успокоила. Рассказывала много забавных историй из средней школы. Вау, а как звали этого фотографа? Я не помню, надо посмотреть. Интам показывают нам кадр журнала. Вставляем куда-то сюда. Фотограф Широгана Кагуя. А косака, ты уебок! Вот какую хуйню, кстати, да. Это Широгана Кагуя. Вот еще в чем прикол. Типа, те, кто дочитал Мангу, они, ну, типа, в курсе, что там не было никаких намеков на свадьбу. Не было. То есть, они закончились в отношении... То есть, это даже вот такое охуенное продолжение. Они уехали в Стэнфорд вместе, да. Но дальше все заканчивается то, что история зацикливается на Мика и Широганы. На Мика и Широганы. И Широганы. Да черт, извините. Ебать, ты гигачадов, конечно, спутал. И самого главного из них, конечно. Альфа-самца, как бы, гигачада спутать с каким-то миюки. Кстати, если так, если Кагуя, получается, у нас уже есть в этом, в Ошиноку, то тогда я скажу, лучшая девочка Ошиноку это Ишигами. Потому что Ишигами там тоже по-любому где-то есть. Он, да, он где-то на другой стороне. Он где-то существует на фоне, но там... На другой стороне города, получается. Там, где существует Ишигами, даже так. Там, где существует Ишигами, Ишигами будет всегда лучшей девочкой и лучшим мальчиком. Всегда. Вот, это все пока что интересные отсылки, которые мне удалось найти. Потому что, ну, извините, все, что смог. Может быть, что-то пропустил, но я сразу скринил и закидывал это себе в сохраненки. Или Миша отправлял. Потому что мне, блядь, не с кем обсудить. Миша не дочитал еще. Скорее всего, мне, да. Знаете, сколько я ему наспойлерил, блядь? Примерно достаточно. Но, с другой стороны, я уже, как бы, это все достаточно ожидаемо. И... Да. Ну, как бы, с одной стороны, я даже скажу спасибо, потому что, ну, я нетерпеливый, чтобы... Я тоже был нетерпеливый. Чтобы найти себе время потом, типа, сесть и прочитать. Потому что теперь я такой, типа, да, я хочу прочитать. А причина любить спойлеры, кстати. Вот, пожалуйста. Это мотивирует тебя продолжить произведение. Я это сделаю примерно через никогда, кстати. Ну, ты... Я просто прочитал всю Кагую за... Ну, вот. Четыре часа. Весь Ошиноко я прочитал за два часа. Слушай, ну, если так, я тоже это быстро сделал. Потому что, опять же, в свое время, типа, я Коми-сан прочитал до... Там, когда была еще там 160-я глава, наверное. Я прочитал его, ну, за неделю, может быть. Там, читая по вечерам чисто. И сейчас, кстати, надо, наверное... Учитывая то, что мы закончили. Вот здесь где-то, наверное, будет таймер. То, что, вот. Мы закончили спойлерить Звездное Дитя. И Кагую... В принципе, да. Так что, собственно... Так что, возвращение. Да. Все, кто у нас перемотали на таймер. Или все, кто, в общем-то, еще не знают про что. Грубо говоря, Ошиноко это анимеха и манга, соответственно. Про то, как дети одного очень влиятельного айдол-исполнительницы, Которую все любят и уважают, но, скажем так... Им в какой-то степени нельзя показываться тем, что они ее дети. Иначе у нее могут быть проблемы. В общем... Ты сейчас опять начнешь спойлерить хотя бы... Это не такой большой спойлер, на самом деле, но... Я просто придерживаюсь, как бы, фразы Гигука, То, что действительно лучше ничего не знать, чтобы... Это правда, это правда. Но, типа, самый главный прикол в том, что там происходит деконструкция Как раз-таки всей вот этой бизнес-сцены. И сделана она очень интересно. Плюс... Плюс происходит кое-какая мистическая часть. Сука, сложно говорить об этом без спойлеров, опять же. Ну, давайте... Поэтому мы перейдем к рекомендации еще чего-нибудь. По-быстренькому накидаем. Начни ты. Что-то еще можешь посмотреть. Ну, Странного Элла я однозначно могу посмотреть. Я думаю, давай про Хремию расскажешь больше ты, Потому что мне, честно, про нее мало чего можно сказать. Поэтому я немножечко расскажу про Странного Элла, давайте, да? В общем-то... Дорогие друзья, Сейчас у нас не аниме. Мы вот так вот будем очень интересно чередовать. Потому что у нас очень разноплановый выпуск. Мы, как говорится, попробуем все это сделать. Значит, есть такой дядька в миру. Зовут его Эл Янкович. По прозвищу Странный. Он занимался всю жизнь тем, Что пел песенки на чужую музыку Своими словами. Грубо говоря, пародировал. Если вам так интересно. Многие, я думаю, Ну, вот, с твоих же слов, например, У тебя, я ты говорил, В детстве показывали по MTV некоторые его пародии. Я не натыкался, Потому что я MTV... Не то, чтобы прям смотрел в детстве. Мне кажется, ты его уже не застал. Какой это год был? Ну, смотри, В 2013 году MTV закрылся. Угу. Ну, типа, Я последний раз, типа, Чекал MTV В 2000... Даже не скажу в каком, честно. Тем более, Тем более, что он не крутился у меня на фоне Постоянно. Как у многих, например. И тут мы спалили нашу разницу в возрасте. Пять лет. Пять лет всего. Пять лет, да. Да. Ну, типа, у меня в детстве просто была бабушка, У которой было радио. Поэтому вот так вот. Как порядок. Типа, я после школы к бабушке ходил, И у нее было радио. Или просто я включал мультики уже там после школы. Так что вот так. Собственно, я сам лично познакомился с творчеством Уирда Элла Янковича С клипа Amish Paradise. Когда я немножечко разбирался в теме сэмплов, Как раз таки сэмплов песни Gangster's Paradise, Я наткнулся и на Amish Paradise в том числе. Которая буквально перепевает его. Там даже в клипе та же актриса, Что была в Gangster's Paradise. Но перепевает его не на тему гангстерского рая, А на тему рая Amish. Такой общины в Америке, Которые презирают любые технологии И за традиционные ценности, За традиционный образ жизни. Там доить коров, Там фермы и прочее. Вот это вот все как без технологий. Абсолютно каких-либо. Даже без аналоговых. Ну что, собственно, было типа смешно, прикольно. Наткнулся там на остальные его пародии. Чуть-чуть поизучал, в принципе, Че он делает и как бы такой прикольный дядька. А потом появилась новость о том, Что выйдет боепик про него, Где самого странного Элла сыграет Гарри Поттер в Сея Руси, Дэниел Рэдклифф. Дэниел, мать его, Рэдклифф. Да, что... Странный Элл. Да, да. Я как не фанат Гарри Поттера такой типа, Бля, прикольно ебать. Я был очень сильно рад, Потому что ему очень нужны такие роли, на самом деле. Это на самом деле... Пора забыть про то, что он привязан к Гарри Поттеру. Он пиздатый актер в любой ролике, Я так и не посмотрел, кстати, Ганса Кимба, Потому что в тот момент, Когда он выходил в кино, начался ковид, И у нас его уже не показывали. Я посмотрел онлайн, Потому что он есть на Кинопоиске. Не реклама! А я так и не посмотрел, кстати, даже онлайн. Я, ну, я посмотрел онлайн, И крайне рекомендую, У меня, кстати, даже есть Кинопоиск, Так что Редлиф крутой актер, Посмотрите Чудотворд. Кстати, блядь, точно, Надо тоже это будет сделать, Он еще сам со своим бушами. Сейчас мы не будем сильно затрагивать. Потому что я не смотрел, Ну ты ладно. В общем-то, Собственно, более того, Потом я уже узнал, Что оказывается в 2010 году Выходил Чисто пародийный, По-моему, даже на 1 апреля выходил Пародийный тизер, Также Байопика, Который также назывался там Странный История Л. Янковича, Но там его сыграл, Блядь, Аарон Пол нахуй. Ты знал это? Я, бэч, Нет, я не знал об этом. Ты как-то упоминал, Но я где-то Плавал между работой И моей командировкой В другую страну. И я так и не посмотрел Этот тизер, Потому что я даже У себя вкладку открытую Не сохранил с этим тизером, И я просто забыл. С оригинальным смысле, С Аароном Полом, да? Да. Угу. Я просто помню, Что ты рассказал, Что там был Аарон Пол, Я такой, И речь, и все. А, я даже рассказал тебе. Да, ты рассказал, Но я не увидел, Я не посмотрел тизер. Даже так. Просто запомнил так. Да, и в общем, Этот Байопик вышел В прошлом году, Где-то в ноябре, Если я не ошибаюсь, На стриминговом сервисе Хул, Року, Року называется стриминговый сервис. По-моему, Он там даже бесплатно вышел, Я не уверен. Шесть? Но я, по-моему, Да, по-моему, Бесплатно выходит. Но я уже смотрел его, Скажем так, В другом стриминговом сервисе. Но, Стран Nail также есть на кинопоиске. Не реклама. Просто для вашего удобства говорим. Можно его посмотреть там. В группу на кого есть. Типа, блядь, Честно, Много у кого, Мне кажется, Он есть. Да, он все-таки Дешманский. Не реклама, Блядь. Не охота ничего нахваливать, Блядь. У нас только одна реклама. Да, у нас только реклама. И твоего замечательного, Как она там, Японского твоего. Японского чего именно? Потому что, Если вы будете в Питере. Йогурта, Йогурта твоего, Вот это, Вот это, Карт и открывал. Суба-цуба. 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 Вот. Так что, да, Это единственное, Что мы рекламируем. Ну и, конечно же, Госпожу Кагуи, Потому что, Ну, извините. Чтиво для альфа-самцов. Да. В общем-то, Собственно, Чем примечателен сам боёпик Про Элл Янковича, Что, Как я это называю, Он снят по секретным документам. Это я так, Это я так называю. Да, я полностью поддерживаю, Потому что, Кто начнет с мыслей По поводу боёпика? Давай ты, Потому что, Я чуть позже, В принципе, расскажу. Короче, Я, Опять же, Давай сразу скажу, Мы рекомендуем вам его посмотреть, Особенно, Если вы знаете, Кто такой Элл Янкович, И ознакомьтесь с его творчеством обязательно, Потому что, Да, Как бы, Это пародии, Многие говорят, Там, Нишевый контент, Условно, Что, Типа, Он своего ничего не придумал. На самом деле, У него, У него очень веселые пародии, Особенно, Ну, Как бы, Если вы шарите за English, И в целом, За эту небольшую культуру, Тот же, Amish Paradise, Paradeus, Tia, И та же, Та же, Или, Моя любимая лично, Фойл, Например, Про алюминиевую пленку, Где он, Про клип немножечко, Где он делает рекламу, Ой, Не алюминиевую, Алюминиевую фольгу, Короче, Вот, Да, Пленку с фольги, Где он делает рекламу, Типа, Вот, Можно сэндвич у нее там завернуть, И, Типа, Он будет, А, Свежим всегда, Да, И после этого он такой, Типа, Да, Кстати, Я, Блядь, Раскрыл, Нахуй, Я сломал код, И, Блядь, На самом деле, Нашу землю контролируют, Ёбаные иллюминаты, Пришельцы, Блядь, Правительство сфайковало, Короче, Приземление на луну, И все прочее, И вот там потом, Короче, Уводят, ЦР-ушники как раз, И оператор такой снимает маску, Типа, Блядь, Я пришелец, Нахуй, Ну, А мне понравился, Короче, Веселый мужик, Мне понравился трек, White and Nerdy, Это первый трек и клип, Который я увидел как раз, Вот на MTV, Где-то в 2006 году, Как познакомился с страной, Ты говорил, Ты говорил как раз, Ну, Я еще не произносил это здесь, Ну, Вот, Мне говорил, Да, Вот, Он мне нравится до сих пор, Как и оригинал, Собственно, Мое мнение по фильму, Оно Будет очень странным, Неожиданно, Не так ли? Потому что, Ну, Это все-таки Боёбик, Снятый по секретным документам, И в какой-то момент, Вот, Он начинается так, Что ты Почему-то Начинаешь в это верить, Это самое странное ощущение, Которое ты можешь смотреть. Это как, Знаешь, Сценаристы условно запизделись, И сами же поверили в свой пиздец, Но это все было сделано, Естественно, Специально, Все, Что происходит в фильме, Это, Да, Это основной мотив, Абсолютно, Абсолютно странный Элл был пародистом, Поэтому Боёбик, Пародия на Боёбик, Это, Как я сказал про Ошенок, Что деконструкция этой, Шоу-бизнеса, Это деконструкция Боёбиков, Что мы, Конечно, Все уважаем очень сильно, А говоря про Мету, Я думаю, Как ты помнишь прекрасно, Сцену с братьями, Вот этими вот, Бля, Я забыл, Как их фамилии, К сожалению, Ну, Короче, Кому он изначально пришел продавать песню, Одного из братьев сыграл сам Эл Янкович, И получается, Что Эл Янкович, Сыгранный Дэниелом Редклиффом, Приходит продавать свою песню в лейбл, Где сидит настоящий, Блядь, Эл Янкович, Что я, И настоящий Эл Янкович говорит, Твои песни дерьмо, Да, Да, Потому что, Ты просто перепел их, Ты просто перепел чужую, Охуел, Боёк, Блядь, Да, Сколько матов будет на этом ролике, Слушай, Ну, 14+, Вот вам метка, Короче, Ко мне, Кстати, Пушистый соведущий тут пришел, Давайте я вам его продемонстрирую, Да, Это Симба, И, Пожалуйста, Давай, Иди отсюда, Вот, Небольшой интересный факт, Перед продолжением, Можно даже быть, Какой-то джингл вставить, В фильме Южный парк большой длинный не обрезанный, Очень сильно пеклись из-за того, Что мультфильм может получить рейтинг R вместо NC-17, И одним из условий было то, Что не должно быть мат, Мат в фильме не должен превышать количество 400 штук, В фильме 399 матов, Я, Да, Правильно, Продолжаем, Это как, Это как, знаешь, Как F-бомба в третьих Стражах Галактики, Я их, к сожалению, Не смотрел, Но про эту F-бомбу знаю, Да, Собственно, Сам фильм, Он, Он интересный, Он интересный, Несмотря на то, Что это Боёбик, Который не является боёбиком, Это Да, Но при этом, Сюрреалистичный экшен, Который Охренительно интересно смотреть, Скажем так, Это Сюрреалистичный боёбик, Который, Так или иначе, В принципе-то, Апеллирует реальной историей, Вывернутой наизнанку, И рассказанной По-своему, Но, Типа, Очень много вещей, Там, Действительно, Правда, Например, То, Что самую первую свою песню, Вот этого, Майбалона, Они действительно записывали В толчке, По реальной истории, Единственное, Я помню, Чё-то я смотрел Какой-то видос, Типа, Типа, Да, Это правда, Единственное расхождение, Толчок был там, Не на автобусной станции, А просто какой-то Общественный, Типа, В парке, Вот это, Это пиздец, Расхождение, Бля, Не надо, Не, Просто ты, Я, Буду говорить моментами, Как бы, Из фильма, Тут его, Учитывая его настроение, Его сложно заспойлерить, Потому что фильм Без концовки, Ну, То есть, Реально, Фильм без концовки, Кстати, В принципе, Да, То есть, Если даже думаешь, Что концовка, То там сцена после титров, И ты по факту понимаешь, Что концовки нихуя нет, Да, То есть, Концовки нет, У фильма, Это, Серьезно, Он просто обрывается, Короче, Как и, Я сижу, Не буду шутить, Я на полном серьезе, Такой, Типа, Там начинается, Вот эта драма, То, Что он, Ну, Типа, Под плохим влиянием, Типа, Тяжел, Типа, Тяжелое детство, Его отец запрещает ему заниматься любимым делом, Потому что он в него, Как бы, Тупо не верит, Типа, Какой, Нахрен аккордионист, Печой, Гебанутый, Какой, Нахрен музыкант, Вообще, В принципе, Ты должен работать на заводе, Отец, Типа, Ты должен работать на заводе, А мать, Ну, И даже он сам, Ты должен слушаться отца, Типа, Мать ему, Типа, Ты должен слушаться отца, А он сам уже чуть позже, Когда вырастет, Он сам немножечко понимает, Типа, Ебать, Кому в какой-то группе нужен аккордионист, Ну, Серьезно, Ну, Да, Там тоже, Он горит своей мечтой все еще, Но при этом он немножко рационально к этому подходит, Вот, Но, Собственно, Если на уровне реакции, То есть, Мы видим, Вот, Очень хорошую постановку, Тяжелая ситуация в семье, Отец запрещает заниматься делом, Которое ему нравится, Которое ему понравилось с детства, Да, Причем настолько, Что он, Блядь, Нахуй, До полусмерти избивает продавца, Блядь, Который принес ему аккордион изначально, Блядь, Реально до полусмерти его избивает, Да, Ты, Типа, Смотришь эту жесткую сцену, А потом, Кой нахуй, Эмиважерт, Который проедает аккордиона, Ну, Сковородки, Да, Ножи, Блядь, Да, Аккордион, Сука, Что? А потом ты возвращаешься, Да, Знаешь, Такой этот, Приходит продавец такой, Типа, Здравствуйте, Я из Волтек, Вы не хотите, Блядь, Типа, Купить наш фирменный аккордион, Ебать? Да, Типа, Какой нахуй, Не зря, Реквизит, Он сбегает в подростковом возрасте на вечеринку, Они там, Типа, Пьют лимонад, Слушают, Польку, Винил с полькой, Да, И типа, Потом ему дают аккордион такой, Типа, Давай, Сыграй нам что-нибудь, Он хорошо играет, Да, Приходит, На дом, Короче, Облава копов начинается, Его возвращает к семье, Тяжелый диалог, Типа, Ему выговор, У него на глазах разбивает его любимую вещь, Вот насчет, Ты сидишь такой, Стой, Насчет этой хуйни, Тяжелый диалог, Типа, Ебать, Мы нашли вашего сына, На вечеринке с полькой, И ты такой, На вечеринке с полькой, Блядь, Что? На польке пати, Вечеринке с полькой, Полька, Как это возможно? Незаконное, Настолько абсурдными, Блядь, Методами пользуется фильм, Что, Этим, Этим оно и охуенно, В такую, Типа, В такие тяжелые сцены, Вкрапливает, Вот это вот, Типа, Несанкционированная полька, Вечеринка, Блядь, Да что за хуйню, Ты несешь, Брат, Какая, Несанкционированная, Полька, Вечеринка, И, И, Как, И у тебя просто, Весь фильм, Ты такой, Ну, Ты сразу зато понимаешь, Как к этому фильму надо относиться, Сразу же, Блядь, Серьезно, Я весь фильм, Учитывая то, Что я стараюсь, Я прям стараюсь проникаться картиной, Я все равно в какой-то момент, Типа, Ой, Какой-то ебаный бред, Начинается новая сюжетная арка, Ага, Ага, Сцена с тем, Как они придумали, Май Баллона, Она, Она охуительно поставлена, То есть, Она клевая, Да, Типа, Песня просто родилась, Блядь, Да, Так, Даже не просто, Она родилась, Она родилась, Более того, Из-за того, Что, Как бы, Кассету заела, Она, Она в припеве, Типа, Май Широна, И он такой, Май Баллона, Типа, Да, Так это и работает, Так идеи придумываются, И это все развивается, Ты уже не обращаешь внимание, То, Что, Они записаны, И вот, Знаете, Что, Блядь, То есть, До этого у нас, Камемважер, Который продает аккордеоны, Типа, Несанкционированная, Полькая вечеринка, И потом они такие, Типа, Мы записывали первый трек в туалете, Ха-ха, Да это пиздеж, Нет, Это, Блядь, Реально было, Они реально записывали первый трек, Чему верить, Чему верить в этом фильме, Блядь, Только если ты знаешь биографию, Ты понимаешь, Чему верить, Это, Я не знаю, Можно ли это сравнить, Знаешь, С тем же, Вот однажды в Голливуде, Бред, Бред, Блядь, Выставлен в абсолют, И это прекрасно, Типа, Серьезно, Смотри, Можно ли вот это реально сравнить С однажды в Голливуде, Где ты, Как раз таки, Чтобы проникнуться, Ты должен знать спойлеры, Да, Да, И то тебе нужно фильм, Как бы посмотреть, Один раз, Прочитать все спойлеры, Настоящую историю, Тейт, Маргарет Тейт, Шерен Тейт, Настоящую историю, Шерен Тейт, Маргу Робби ее играл, Да, Маргарет Тейт, Запросился, И посмотреть фильм еще раз, И тогда у тебя все станет на свои места, А вот странный Эл, Это, Блядь, Тебе, Я посмотрел его дважды, Я тоже, В принципе, Чтобы понять, Нахуй, Что происходит, И все равно, Опять же, Фильм без концовки, Типа, Он, Он, Он правда классный, Я понимаю, Что сейчас, Наверное, Своей, Вот этой вот реакцией, Да, Бурной, Вы, Наверное, Пойдете, Типа, Да, Ну, Нахуй такое смотреть, Блядь, Типа, Чё, Какой-то, Типа, Кринжует, Наверное, С этого фильм, Он бездар, И из-за того, Что он, Из-за того, Что он, Как бы, Кидает, Вас, Вот, Эмоциональный, Как бы, Как не, Блядь, Синусоид, Короче, Эмоциональные горки, Синусоиды, Ты получаешь удовольствие, На ближайшие, Там, Час 46, Стандартный хронометраж, И чуть-чуть титров, И при этом, Да, Я немного такое скажу, Там очень много таких моментов появляется, Типа того, Как песни условно придумывались у него, Как он придумывал свои пародии, Но при этом, Некоторые песни, Которые являются пародиями Элла, В фильме обыграны так, Типа, Это он их на самом деле написал, Как оригинальные, Что тоже, Ебать, Какая деконструкция, Типа, Настоящей истории, Того, Что было, Подожди, Разве несколько? Одна же, Такая, Слушай, Сейчас не скажу, Основной конфликт, Итет, Он написал, Итет, Типа, То, Что там есть сюжетная арка, Да, Что он написал, Можешь поставить так спойлер, Можешь чуть-чуть перемотать, Короче, На 5 минут, Это единственный спойлер, Который можно, Мы сказали, Что фильм несложно заспойлерить, Как бы, Но этот спойлер не работает ни на что вообще, Учитывая то, Что это пародия, Да, Типа, Он записал песню, Которая называется, Итет, Да, Вы понимаете, Прекрасно, Уэлла, Уэлла, Есть такая песня, Естественно, Как бы, В реальной жизни, Это пародия на битет, Но, В фильме, А потом ему звонят из лейбла, И говорят ему, Слушай, Тут Майкл Джексон, Ебать, Написал пародию на твою песню, Он сделал ее, Типа, Нормальной, Да, Он, Типа, В глазах общественности, И выставляет за свою, То есть, Да, Что происходит после этого, Какая у него реакция, Я думаю, Мы оставим все-таки, Для дальнейшего просмотра, Потому что, Реакцию, Посмотрите, Это само по себе интересный, С точки зрения, Того же отношения, К этим самым пародиям, И к пародиям Эл, И его отношения, В итоге, Так что, Обязательно, Посмотрите на это, И вы такие, Типа, Он что, Долбоеб, Ну да, Ну да, Вот, Обязательно посмотрите, И верните сюда, В комментарии, Да, Мы с радостью, Прочитаем ваше мнение, Что ж, А теперь, Дорогая моя Шиза, Отпишите, Пожалуйста, Подводка, Которую я придумал только что, Поговорим, О самой, Странной пародии, Прошлого, Тире, Этого года, Мы перетекаем к играм, Пародия на Овервотч, Овервотч 2 выходит, В стиме, Да, Вообще, В принципе, Как бы выходит, Он после, Сделки, Activision, И Microsoft, Собственно, Как я это понимаю, Что типа, Все-таки, Да, Сделка уже, Сто процентов, Точно состоится, Сейчас она где-то в октябре будет, Я уже думал, Пока мы начнем писать, Мы такие типа, Отмечаем, Ебать, Xbox победу, Нихуя еще не отмечаем, Но мы записали раньше, Да, Но мы были близко уже к этому, У меня просто типа, Сделку все откладывали, Откладывали, По факту она могла уже состояться, Реально, Несколько недель, Несколько недель, Месяц, Да, Потом может, Недель, А она должна была состояться в августе, Сейчас вообще в октябре, Но, Да, В этом суть, Я хотел кстати написать по поводу этой новости, Простим тебя в личку, Но я спрошу тебя здесь, Чтобы как бы живую эмоцию словить твое, Давай, Тебе не кажется странным, Что после сделки Activision Blizzard, Овер, Бесплатный, Выходит в стиме, А не в Xbox Story, Так он есть в Xbox Story, Нет? Именно ПК версии, Я насчет этого прям не уверен, Но, Я точно знаю, Мы говорим сейчас про приложение Xbox, Которое вот используется, Например, Для геймпасса на ПК, У меня сейчас просто нет геймпасса, Я проверить ничего не могу, Все что я могу, Овер, Вот, Его здесь нет, Его нету, Именно в приложении, Где можно, Слушай, Я помню, Был как бы анонс, Кстати, Вот, Знаешь, Типа один из моих беливов, Когда был, Когда еще сделка не состоялась, И до нее было долго, Что при сделке, Вот этой, Это катнуть? Я не знаю, Я просто камеру на себя переключу, Если ты захочешь, Да, Так вот, Весь, Короче, Мой белив условный состоял в том, Что, Когда сделка состоится, То, Овервотч может появиться в геймпассе, По типу, Валоранта, Как в Валоранте есть, Там, И Лига, Как и есть, Типа, Все агенты, Все персонажи, Скорее всего, Он должен появиться в геймпассе, В геймпассе, Потому что, Для тех, Кто не в курсе, Почему, Меня это так удивляет, Ну, Валоранта, Лигу легенд, Вы знаете, Это Riot Games, И, У Riot, Есть, Ну, Связь, С подпиской, Геймпасс, Уровня ПК, Она работает, Если ты связываешь аккаунты, То, У тебя, Доступны сразу, Все чемпионы в лиге, И все оперативники, Валоранте, И, Учитывая то, Что, В ПТП, В Ирвотч 2, У тех, Какого не было первой части, Там, Оперативники, Героем, Герои, Они закрыты, То, По идее, По геймпассу, Они должны бы стать, Открыты все сразу, Это, Это было бы, Виннабл, Это могло бы привлечь, Некоторых людей, Именно, В, 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 Случился даже до подтверждения слияния, Что да, В Овервотче будет эта херня с геймпассом, Что там будут все персонажи открыты, Просто я не помню, Это было там только на иксбоксе, Или это в том числе, И пока геймпассе будет, И я не помню, Какие даты были там, Нет, это должно быть с геймпассом, То есть они, Я знаю, Что есть возможность, Ты не знаешь, Ты не помнишь случайно, Когда будет это, Самое, Когда будет неизвестно, Но возможность связать свой Иксбокс аккаунт с батлнетом Есть уже сейчас, Да, Я просто, Я так понимаю, Что оно все-таки будет В этом, В августе так же, Как выйдет Овервотч в Стиме, И мне кажется, Так же он должен появиться, Будет в покашном Майкрософт Сторе, Я так подозреваю, И я думаю, Что так же, Будет так же, Как и Срайд, Будет отдельная страница, Где ты связываешь аккаунты, И у тебя появляются все эти бонусы, Да, Мне больше просто, Вот еще твое мнение интересно, Делаем ставки, Как бы спустя сколько времени, То есть Овервотч, Естественно, Будет на пике онлайна Какое-то время, Спустя сколько его перегонит Тим Фортерс 2 опять? Вот честно, Мне нравится Тим Фортерс 2, Но мне кажется, Что онлайн, УТФ, Упадет на уровень Овервотча Снова вскоре, Потому что Недавнее обновление, И вызвало бум онлайна, Но это, К сожалению, Не отменяет того, Что для многих Людей Игра Старая, И они ушли уже давно В другие проекты, С компетити в составляющей, Ну то есть тут Именно проблема в том, То что ТФ это Фан игра, Многие люди Ушли из ТФа Как раз Вовервотч, Сидж, Валорант, Потому что Там есть ранкет, И типа забрасывать Текущий прогресс Ради другой игры, В которой У тебя Все, что ты делаешь Это веселишься, Это Ну не для всех Выбор, Потому что Многие уходят Именно из-за ранкет системы, Поэтому мне кажется В Тим Фортерсе У тебя тоже есть ранкет, Но как бы Кому на него не похуй, Я кстати даже не уверен, Что там сейчас Открылся фейс Это уже спустя сколько лет, Фейсид по Тим Фортерсу Фейсид ПТФ Имеет Наверное Такую же популярность Как и фейсид по Сиджу А такой есть, Блядь Охуеть Если вдруг Кто не знал Блядь есть Есть фейсид Пассид, Валорант Но тем не менее Знаешь Про условную Так сказать Сильную составляющую Компетитива В случае Овервотча 2 Я бы тоже Нахуй не говорил Я не говорю Что типа Она сильная составляющая Просто есть люди Которые любят Дрочить на циферке Это правда Но просто Или бы Даймонд Блядь Четыре Да Насколько охуенно В Овервотча 2 Блядь Дрочить на циферке Где они по факту Весь твой Настоящий рейтинг Так сказать Скрыли Блядь И не показывают Его тебе И ищут его Опять же Ищут тебе Всегда противника По вот этому Твоему скрытому рейтингу Который ты никогда Не увидишь Никогда Он будет у тебя Скрываться только За вот этими Вот Значками Там Даймонд Пластина Игроки КС на тебя Сейчас как бы Я смотрю С осуждением Но понимаешь КС уже блядь Сколько Глобал офенсива Уже блядь Одиннадцать лет Это система Там с самого начала Скоро КС 2 Где кстати будет Как раз таки Вот эта новая Е У Л Или как она там Называется Система Как раз таки Проще говоря ММРы Там По идее Должны появиться ММРы Насколько я помню Могу ошибаться Шиза Если ты смотришь Если они сделают Звание Тапки туда кидать Если они сделают Звание Как они сделали В Доте То это Вин По идее Да По идее Они будут Переносить систему Из Доты Насколько я помню По тем же Самым сливам Вот И как бы Из-за этой хуйни В принципе Вот Которая сейчас В Overwatch Я не вижу Я не вижу Смысла Типа Играть Тот же Компетитив И Понимать Что Скорее всего Ты играешь Вообще Не на тех Званиях На которых Ты играешь Тем более Что ты можешь Отслеживать Прогресс Только Если ты Сделаешь Либо Семь побед Либо Двадцать Поражений Только Так И больше Никак Ты не узнаешь Повысился Ты или нет И то Это самое Повышение У тебя Будет Неактуальным Уже После Следующей Жи Блять Игры По факту Ну Как бы Да Странная Система Ну да ладно И более того Настолько На самом деле Я слышал Сейчас С Overwatch Все плохо Дорогая Моя Шиза Смотрящая Вот это Все Я понимаю Что Нас Никто Не Шиза Моя Дорогая Если ты Все еще Играешь В Overwatch Я не играю Если ты все еще Играешь И в competitive То вот Опять же Все тапки Туда Но Наслышан я Что Настолько Все плохо Что Чтобы попасть В топ 500 Надо взять Блять Буквально Diamond 2 Где-то Не Grandmaster Diamond Блять Надо взять Чтобы попасть В топ 500 Но может Это Только С Ру Регионом Связано С европейским Как минимум С европейским Регионом Да Я не уверен Что у нас Сейчас есть Отдельный Ру-регион Как бы Потому что Извините Я игрок в лигу У нас есть Отдельная помойка Блять Лидеру Ру-региона Да и Райты У нас Оплату Не отключали А если Отключали То переводили На киви Все То есть Ну Оплата работает Ну типа Оплата у райтов Потому что Я в эту помойку Еще и доначу Да В отличие от Blizzard Близзардов Которые сказали Нет Идите вы нахуй Мы не будем Но при этом Кстати Выходит в итоге Оно в стиме И возможно Я даже куплю Блять Несуществующие Пве Это ебаная Блять Потому что У меня Типа Я в Турции Нахожусь В стиме Поэтому я могу Это У меня до сих пор Ру Причем в Ру-регионе Овер доступен Для Вишлиста Для Вишлиста Я тебе скажу Все игры У которых Не открыты Предзаказы Они все будут доступны Даже Starfield Был доступен В Ру-регионе Пока у него Не открылись предзаказы Ну Посмотрим Короче Если не добавят Она у меня Хотя Хотя Он фритуплейный Так что С другой стороны Мультиверсус Фритуплейный был И его нельзя было Скачать В Ру-регионе Там бетка только была Нет Даже так Более того Мультиверсус Настолько в этом плане Хуйня Что он тебя вообще В принципе С Ру-регионом С Ру-Айпи В игру не пускает Тебе Блять Под ВПНом Надо играть А играть в файтинг С ВПНом С мэшеподобный Сам понимаешь Нет Пожалуй В принципе играть в файтинг Надо вот В принципе играть в мультиверсус Не онлайн Играть в мультиверсус Блять Это то же самое Что играть в овервоч 2 Давай честно Нахуй Но надо как бы Никому этот опыт Но мы все равно Вот 10 августа стукнет Мы все равно решим Зайти посмотреть Это вроде никакого Крупного обновления Игра просто выходит в стиме Нет Ну почему Там ПВЕ выйдет Как раз таки Несуществующее Оно вместе с этим Должно выйти Да Шестой сезон Там начнется Почему у меня такое ощущение Что Типа Опять что-то случится И пойдет не по плану И его не будет 10 числа Да потому что Блять Я просто напомню Overwatch 2 создавали Ради этого ПВЕ Перевозили игру На новый движок Вот этот самый И вообще В целом все делали И вот Бля Короче Один мой знакомый Не знаю Смотрит он это сейчас Или нет Здорово Здорово Харухи Говорит что Как бы Ну Джефф Каплан Условно хуесос Там например Что он как бы Испортил вот это все Что из-за него Эта вся херня началась И то что Аарон Келлер Сейчас делает Как бы нормальные дела В целом Он лучше Джеффа Каплана Я все-таки Не согласен С ним Нет Джефф Интереснее Все-таки развивал игру Джефф Ну Ну смотри Я скажу так Джефф Просто То есть Джефф В отличии От Аарона Келлера Развивал Блядь игру Как бы хуево Он это не делал Что типа Как бы он не разбирался Опять же Я напомню В первом сезоне Компеттива Он блядь придумал Монетку Мы помним Монетку Джеффа Каплана Эту замечательную В целом Насколько бы Хуево Поддержка не шла Особенно После второго года Она блядь шла И игра работала В этом плане Потому что Уарен Окей Потом он Да Сделал вот эту хуйню С Overwatch 2 Это Ему принадлежат слова Что типа Это новый подход К сиквелам у нас Что по факту Просто платное обновление С ПВЕ И бесплатный переход На ПВП Ну то есть В принципе Это сейчас сбылось Ну то есть То что сейчас происходит За исключением того Что все то ПВЕ Что было анонсировано Тогда С талантами С прокачкой И с вот этим всем Не будет его А вместо этого Будут Просто Считай Overwatch архивы Но с более дорогими Поставленными Как ценами В любом случае Хорошо что они сделали С Overwatch Именно Ну не знаю Как Как Fortnite сделал Да То что там сюжетку До сих пор можно купить За деньги отдельно Да Потому что Overwatch мог сделать Как КС Перейти на фире-то-плей И чтобы играть в рейтинг Блядь Купи Prime Да Но Это было бы мне кажется Еще хуже В ситуации Блядь С Overwatch Потому что игра уже Тогда выживала Не свои лучшие дни Да Так что да Типа Я все таки считаю Что опять же Какую бы хуйню Не творил Джефф Каплан Он творил ее Хотя бы блядь В отличии от Арана Келлера Который творит хуйню И то блядь У него не получается Нихуя блядь У его команды Что-то выходит Либо Либо что-то сломанным Выходит Либо еще что-то А потом он вот так же Вот как мы блядь На стриме каком-то сидит И такой Блядь Ну вы знаете Там на ПВЕ Короче не будет Блядь Вот В конце нашего спича Про Авервотч И на том же самом стриме Блядь Так же он блядь С чуваками Которые сетевой Сетевой код Блядь Ну и короче Над компетом работают Так же типа просто На каком-то хуй пойми Каком стриме Который никто не смотрит Говорит такое что типа Блядь Ну у нас система работает Вот так вот Что вы своего рейтинга Нахуй не знаете И зачем тогда Оно как бы надо Блядь В принципе Ну и учитывая то что Опять же При Джеффи Каплане Я еще добавлю При Джеффи Каплане Вспомните хоть один раз Блядь Когда героев Ладно Один раз Это по-моему был Да По-моему был один раз Когда героев отключали Каких-то Но блядь Не так как нахуй В Overwatch 2 Каждую неделю Нахуй какой-нибудь Герой отключался Блядь Из-за того что у него Бак какой-то Какой-то момент То ли Мэй То ли Торбьерна Отключали Это в Overwatch 2 Было я точно помню Я не помню Нет Торбьерна Торбьерна Отключали в первом Возможно кстати Я не помню просто кого Это было в первом Но во втором Его отключали Вместе с ним Отключали Мэй Бастиона Отключали Потому что у него Ульта блядь С этой мортирой И можно было Обузить ее Даже после того Как она закончилась С Мэй Можно было забираться Причем кстати Даже не с помощью Мэй Можно было забираться Сквозь щены А Мэй Кирика Да Мэй Кирика То есть Но Кирика нельзя Вы не вытащите Да она новый персонаж И она в батл пассе Находится Как мы Нет Давай мы отключим И при этом продолжим Продавать на нее скины В магазинчике Она же включится потом Но потом Ну да Не ну как бы да А Торбьерн По моему кстати Вообще в принципе Из ростера пропадал Насколько я помню Да Или нет А нет Его в компете отключали Я пижу Его отключали в компете По моему в казуале Но в полигоне Его можно было взять А вот мы отключали Прям полностью Да Причем не один раз Вроде отключался Именно в первой части Был какой-то косяк Что-то было То есть да На времена На времена Джефф Все равно выпало Что-то Но блять Один чемпион За время второго Overwatch Отключили блять Двоих Сразу типа За первые два сезона Да Оперативненько ребят Да И что-то я кстати Помню еще про то Что вроде как Лайф Ривера Хотят уже блять Сразу там как-то Переработать Или может уже Это даже сделали Сейчас буду нести Полную хуйню Чисто на том Что я слышал блять Буквально один раз И то возможно Придумал себе Что у него короче Поэтому и переделают Блять Могу ошибаться Добро пожаловать В Легу Легенд Ребят Добро пожаловать В комментарии Тапки там Просто у нас Такое нередко бывает Ну не суть Да Теперь Пора Overwatch Уже особо сказать Больше нечего Потому что новость Только блин Нам заключалось Только Октяблиз Да То что Overwatch выходит в стиме Сразу же Говорит Чтобы прям вот Блять Не летели тапки На тему того Что типа Да че вы блять Овер умер Какого хер Нет Я знаю что Комьюнити овера До сих пор Не маленькая Играет в игру Нормально людей Игры ищутся Блять Не по часу Они ищутся Довольно таки нормально Ребята еще потеют Для рейтинга Потому что игра им нравится Просто Если смотреть Ее как на арене Среди Компетитив шутеров Ее Как бы Медиа шумиха Она стихла Настолько Что она не может Заинтересовать собой Нового игрока Из-за того Что чаще всего В медиа появляются Именно проблемы игры А старички игры Говорят что типа Не надо тебе лезть В это болото Некоторые возвращаются Вот мы возвращаемся Хотя я в овер Активно играл С семнадцатого По девятнадцатый год Я играл активно С шестнадцатого Тоже где-то По началу девятнадцатого Условно Так же Вот И игра Мне очень дико нравилась И бывший Киберспортсмен Я еще Но после первого Турнира Вылетел После первого Бывший комментатор В фанлиге По овервотче То есть С этой игрой У меня связано Очень много Мы не считаем Что она прям вот Совсем говнище Просто она С дает позиции Быстрее чем Сраный Сидж И это видно А я не помню Я рассказывал тебе вообще Что типа Вот эта херня Что я играл Это был овервотч контендер Собственно от самих Близзардов Когда он Да я помню Что вы въебали В первом же нахуй Работу Да Но Участие Блять Есть Так что Ебать Да Я просто Что еще помню Напиши себе диплом Да Я помню Вот туда куда Нибудь Я помню Еще просто То что Когда мы Как-то чекали Список команд Которые тогда Зарегистрировались Мы попались Против каких-то Там Горилла Что-то Что-то там Я не помню Как они назывались Но им же въебали Потому что Мы тогда были Ебать золотом Играли Киберспортсмены На золоте Они уже были Даймондами У нас один даймонд в команде был Который не вытащил Ну и мы сами Как бы дебилы Маленькие были еще Не знали куда лезем Думали такие Что типа Спустя год Попробуем еще раз А потом вышла сама Лига Уже Сама появилась Мы посмотрели Пару трансляций Такие Ну и конечно Ну хуй его знает Если честно Я не думаю Что мы теперь хотим В Лигу хоть как-то Те кто смотрел Лигу Все прекрасно поняли Что Лига умерла Вместе с тактикой Гоуд Да Да Бля Лига умерла Нахуй сразу Просто Как только появилось Это полный тезис был Ну не знаю Мне какое-то время Было интересно смотреть Но когда появился Гоуд Ты просто видишь Две одинаковые команды Каждый ебаный матч Ну это просто Да Так вот И там была Короче в списке команд Были чуваки Которые назывались Фаркуад Старсквад И мы очень хотели Против них попасть Потому что ну типа Блядь Звездный отряд Фаркуада И с первого Шрека Ну это мем просто Это да Что ж Мы пока Ждем реинкарнацию Овервача Поговорим о реинкарнации Баттлфилд 2042? Да Ты угадал мою подводку Вот сейчас Вот и Читаем мысли На подсознательном уровне Да Ой Баттлфилд 2042 Да Дорогая ты моя Хорошая игра Очень на самом деле Сейчас Итак Я обожаю Блядь серию Баттлфилд Одна из первых Моих Вот шутеров Когда у меня Наконец-то появился Интернет Один из первых Шутеров То есть Баттлфилд 3 Когда официальный диск Продавался Еще по 700 рублей То блядь Я не мог тебе позволить Как пиздюк Это типа Та игра В которую я хотел Просто жить Но жил я постоянно На неофициальных серверах У меня нету Блядь Баттллога Извините Я был бомжом Тем еще Слушай Я сейчас проверю одну штуку Ты пока рассказывай Сейчас быстро Да То есть Я Наиграл достаточно Времени В 3 Баттле Неофициально В 4 Также неофициально Я купил Это потом После У меня сейчас Практически Вся коллекция Имеется В стиме Что-то В EA Было еще куплено Я наиграл Достаточно В копейку И Кстати Мне очень Нравилось играть В копейку Копейка Это типа Battlefield 1? Battlefield 1 Да Можете звать Меня Калоедом Меня это Не заденет Вот Я даже Очень Мне даже Понравилось Играть Battlefield 5 Потому что Я Не знаю Я не очень Сильно Обратил Внимание На то Что типа Вот Ебать В трейлерах Показывают Что Повесточка 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 Типа Там Была Хорошая Стрельба И Дали Возможность Тиммейтам Поднимать Своих Тиммейтов Даже Если Они Не Медик Просто Не Восстанавливают Целиком Здоровье Что Сделало Игру Еще Динамичнее На Может Быть Не Очень Хорошо Сбалансированных Картер С Такой Горной Местностью Поля Практически Без Зданий Но Все Равно Играть Было Очень Ебать Как Интересно Давай И тут 2042 Я Такой Да Первой Моей Батлой Была Вторая Но В ту Которую Я Основательно Засел Была 2142 Если Кто Помнит Давай Сейчас Скажу Так Моя Первая Батла Была Третья И После Этого Шла Четвертая И После Этого В 1.5 Я уже Не играл Ну В 1 Я не смог Потому что У меня Тогда Комп Был А Хардлайн Еще Была Я Очень Хотел Бы Сейчас Не Зарубиться Но Там Никто Не Играет По Моему Сейчас Уже К сожалению Потому что Я Помню Когда Я играл На бете У меня Очень Слабый Комп Был Я не Смог Насладиться Но Я Помню Что Она Мне Дико Понравилась И Это Очень Хороший Баттлфилд На самом деле И Сука Очень Недооцененный К сожалению Но Я Начинал Стройки И Вот Что Я Нашел У себя Ебать Эту Хуйню Я Короче Купил Помню За 950 Рублей Это Одно Единственное Дополнение Да Вот А Спустя Месяц Я За Такие Ж Деньги Премиум Взял На Тройку Собственно Да Я Играл В это Все Очень Много У меня Короче Я Не знаю Баттллок У меня Там Что-то Сохранилось Или Нет Вряд 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 Ли У меня Стата Там Сбрасывалась Но Я Короче Всегда Играл В основном Пехоте На ПП2000 И На Ножах У меня Топ Оружие Было Где-то Тысяча Убийств На Ноже Я Чисто После Battlefield Friends Был Вот Этим Ебаным Полковником Сотого Уровня Который Чисто С ножом Бегал И Взрывал Вертолеты Там Кроме Того Что Я Не Дошел Тогда Ни Раз До Сотого Уровня Ни В одном Из Battlefield Даже В Это В принципе С Аргешкой Вот Этой С Монетками Вот Этим Всем Монетки Шифры Это Было В Первом Да А В Четвертом Я Помню Было Что То Короче Там Во Реакцию Того Чувака Который Исполнил Рендезуку На Тот Трейлер Что Его Увековечивали В трейлере Я Думаю Именно Его Реакцию Я Не Видел Кстати Например Я Нашел Этот Видос Я Просто Вместе С Блядь Детстве Думал Что Я Один Такой Гений Конечно Но Жизнь Сурова Оказалось Я Не Такой Один Короче Тизерили Жесткий Сэндбокс Прям Вот Именно Тот Который Мы Любим Самое Главное Современный С этим Самый Only In Battlefield Да Который Кстати Потом Оказался Возможно В Halo Infinite Но Это Я Думал Что В момент Выхода Тот Самый Капрал Техническое Состояние Игры Оставляло Желать Лучше Я Мог Играть В Не Может Быть Таком Состояние Потому Что Блядь И Дичайший Фанат Но К сожалению На тот Момент Моя 10 50 Не Могла Вывести Игру Бэтка Показала То Что Игра Типа Дальше Главного Меню Никуда Не Пустит И Я Пиздец Расстроен Потому Что Вот Легендарное Возвращение Я Хотел Именно Современных Боев Вот В этом Нашем Чуть 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 Далеком Будущем То есть Мне Но Около Сравится Им Сеттинг Все равно Это Около Современный Сеттинг То есть Все Более-менее Знакомые Пушки Разнообразие Как бы Карт Которые Исторически Верные Но Должны Быть Веселыми Но Карты Оказались Из Полным Голом Потому Когда мы играем Сейчас И попадаемся На старые Карты Мы просто Блядь Пиздец Да Но Кстати Скоро Будет Скоро Патч Который Поменяет Еще Три Карты Надеюсь Ренювал Там Будет Потому Что Ренювал Это Полный Пиздец Блядь А не Карта Хаургласс Подожди Тоже Неплохо Тоже Неплохо Ну Я За Хаургласс Рад Мне Очень Нравится Я Я Тоже Хаургласс Она По тематике Хорошая На самом деле Когда ее Реворгнут Она Будет Еще Лучше Вот Ренювал Блядь Это Срочный Реворг Просто Сколько Времени Уже В планах Я Точно Знаю Про Хаургласс Но Попадает Ли В этот В этот Апдейт Ренювал Я Не могу Сказать Я точно Знаю Про Хаургласс Да Я бы Хотел На самом деле Очень Сильно Вот И Ну То есть Когда вышла Игра Было Пиздец Больно В какой-то Мент Я обновил Комп Но Меня Не притягивало Вернуться В нее Потому Что Блядь Я чувствовал Что Меня Блядь Предали И Я Даже Если Я Вот Просто Ну Как Б Фанат Игры Но Все Равно Не Не Сидевший В ней Прям По 100 500 Часов Потому Что У меня Не было Возможности Когда-то Играть Лицензию Комп У меня Появился Нормальный Комп У меня Появился В 17 Году Меня Переманил На свою Сторон Срана Overwatch Хардлайн Я пропустил Возможно Я не имею Право Называться Фанатом Но Извините Блядь Я Обожаю Эта Серия А Каково Было Тем Людям Которые По Косарю По Два Косаря Часов Оставляли В каждой Части Я Думал Блядь Все А Потом А Потом По Четыре По Пять И По Семь Косарей Оставили Блядь В кошелек Блядь Купили Блядь Учтем Это Дание Мне Очень Повезло Я Эту Историю Тут На всякий Случай Просто Афишировать Не Ну Ты Знаешь Что Мне Она Досталась Немножечко Бесплатно Мои Очень Хорошие Друзья Не Из Конечно Очень Сильно Поспособствовали Тому Чтобы У меня Появилась Баттлфил 20 42 По Тоненькому Ходишь По Тоненькому Аккурат Запика Все Хорошо И Сейчас Вместе С Последним Патчем После Как Произошли Многие Балансные Правки Поправки Карт Починили Лифты Кстати Это Важно Кстати Починили Ганшип Американской Стороны Что он Теперь Блядь Нормально Управляется Починили Торнадо Они Хотя бы В игре Появляться Начали Починили Торнадо На Орбитал То есть Оно Теперь Стабильно Охуенно Работает Ну И Коллизия Техники Если тебя Уносит В технике Работает Теперь Нормально В игру Стало Можно Играть И она Появилась При этом Еще и В геймпассе То есть Если хочется Попробовать То можно Попробовать Незадорого Да Ну В геймпассе Просто И Плей Пшит И Поэтому И Абсолютно Незадорого Это Можно Попробовать Спонсор Нашего Сегодняшнего Это Xbox Game Pass Лучшая Подписка Оформляйте Где Не скажем Где Нибудь Найдете Ну Где Где Спонсор Да Спонсоров Где Оформляйте У нас В дискорде Нас Поймать Спросить У нас Ссылку На То Где Мы Сами Покупаем Но Это Лучший В Можете Поймать В дискорде Град Отряда Потому Что Он Там Модерирует А Меня Я Там Иногда Появляюсь Вот Вы Можете Нас Поймать Как раз Когда Мы Играем В Батлкил Потому Что Сейчас Это Стало Той Самой Игрой Которую Показывали Два Года Назад Одно Обидно Это Стало Сейчас Той Самой Игрой Которую Показывали Два Года Назад И Это Какая Это Дичь Почему Из-за этого Сложно На самом деле Знаешь Типа Вот Когда Я Заходил Несколько Раз Типа В 2042 Недавно Мы Заходили Там Поиграть Мне Писали Несколько Человек Типа Ты Че Ебанутый И Как Мне Просто Объяснять Этим Людям Что Ебать Игра Стала Хорошей Да Я Мы Удовольствие И К нам Заходит Человек Вам Нужно Попробовать Battlebit Ребята Скорее Всего Пока Вы Смотрите В это Видео Вы Сейчас Только Вспомнили Что Где-то Месяц Назад На Хайпе Был Battlebit Большинство Из вас Я Сейчас Скажу Тебе Когда Я Последний Раз Запускал Хочешь Давай 5 Июля Момент Видео Сейчас 29 Июля 11 27 Вечера Да То есть Паймэск 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 Да Тебе Знаете Где Нас Искать Где-то В Московском Регионе Он Центральной Росии Питер Кстати Относится К Центральной России Да Вроде Или Это Северо-западный Филиал Регион Все Работа Да Не Суть Вот То Сейчас Не то Чтобы Прям Ебать Эксперт Есть Один Баг Который Случается 50 На 50 У Кого-то Он Проявлялся Пару Раз И Сейчас Перестал У Меня Проявляется Ты Знаешь Как Сейчас Что ты Напомнил Сейчас Вот Этой Фразой Да Штраус Зельник Про GTA Трилоджи Да В игре Всего Один Баг Был Блядь Мы Его Исправили Тот Баг Который Я Словил Он Блядь Реален С ним Некоторые Сталкивались Некоторые Из нашей Пачки А у Нас Ну То есть У Нас Так На ДО Он Постоянно Ротируется То есть В Пати Четыре Человека Может быть Только Давай Скажи Про что Я Может быть Черный Экран Иногда После того Как Катка Закончится У вас Может быть Черный Экран И Ничего Абсолют Помогает Только Перезаход Ну Это Блядь Единственный Баг Который Я Нашел За Все Время Что Я Играл А я Опять Ж Говорю Я Играть Только После Того Как Группа Фиксили Игру Пофиксили Где-то В Десятых Ну С 1 По 10 Июля Я Не Могу Точно Сказать Прямо Сейчас Я Открою E-play И скажу Скажи Сейчас Еще На Секундочку Сколько У тебя Фу Какой У тебя Процессор Сейчас Скажи Мне Сейчас У меня Intel 11400 F Ладно Я Сейчас Не скажу Насколько Он Сильнее Того Жена 53600 Который У меня Сейчас Стоит Но Я Не знаю Почему У меня Немного Слабее Железа Видеокарта У нас С тобой Одни Народные 3050 Но Кстати Нет У тебя Не 3050 А У тебя 3070 Короче Ладно У тебя Еще Более Народные Получается Тогда Более Народные Вот И Короче Получается У меня Даже С Компом Который Чуть Послабее Я Не Ловил Черного Экрана Опа Да То есть Пак Непонятно Что Вызывает Это Возможно Это Какая То Именно Клиент Я Скажу Что Я Ловил Херовые Проблемы С Да Но Можно До Сих Пор Присоединяться В Игру Просто Типа Можно На ходу Если Пачка Открытая И Людей Хватает То есть Да Как И Это Это Работает И Отряды Работают Нормально Наконец-то И Голосовой Чат Там Появил Ну Не знаю Кому Голосовой Чат Конечно В батле Нужен Но Последний Запуск 26 июля Ну Я Смотри Скажу тебе Просто То Что Я Начинал Играть В Январе Даже Может быть Еще Феврале 22 Года Я Тогда Зашел Тогда Они Только Потихоньку Начали И Добавили Режим Не 64 На 64 А 32 На 32 И С Уменьшенными Вариантами Карт И Это Уже Тогда Игралось Весело Были Конечно Проблемы Вот Эти Стандартные С Растягивающимися Модельками С Не Прогружающимися Текстурками Колизиями И Прочем Всем Но Это Уже Тогда Игралось Весело И Даже На 10 60 Уже Моей Старой Еще Работало Хорошо Вот Достаточно Хорошо Насколько Оно Может У меня Наконец Открылся Ей Плей Вот То есть С того Момента Как Его Починили За Июль Учитывая То что Я Человек Работающий И У меня Не всегда Есть время Поиграть Но Я Уже Наиграл 47 Часов Просто За Две Недели В Своем Ритме Жизни Потому Что Блять Игра Играется Так Как Должна Не доверяете Мне И не должны Потому что Я рандом с интернета На канале Человека Который тоже Рандом с интернета Да Найдите Способ Если вас Интересует Поиграть В батлу Как вариант Это Геймпасс Или Айплей Потому что Это дешевле Как другой Вариант Это может У кого-то Там Типа Аккаунт Спросить Спеки На которых Он может Завестись На 10-50 В низких Настройках Я Кстати Скажу Такую вещь Что У меня Короче Из 30 Я не знаю Часов Наигранных Где-то В Баттлфилде Первые 13 У меня Больше Вот первые 13 часов У меня наиграл Как раз таки Друг Потому что Я тогда Еще не знал Че мне С этим делать Я тогда Не хотел Играть И в целом И у друга Тогда комп Мощнее был Он мне так Сказал Бля А дашь поиграть Я такой Забирай Хули Поиграй Я думаю Когда видео выйдет Вот Кстати Один из Моих друзей Его точно посмотрит Так что Джаст Напиши свое мнение В комментарии Ты играл в Баттлфилд Все это время Он купил Прям с самого релиза Он Насколько я помню Он его купил Окей Хорошо А ты по геймпассу Сейчас играешь Не подожди Он сейчас играет По геймпассу Подожди Откуда он у него Тогда был Я не помню Но он играл Ну он играл Все время Что ее чинили Каким-то образом Ладно Хорошо Может он о чем-то Как раз Я не знаю Он вроде бы Очень долго Растягивал свою Демку Ждем объяснения В комментариях В принципе Блядь Пускай на тебя Все накидываются Все с кем мы тут Общаемся Сейчас Ребята Вы нас все В принципе Знаете Заходите В следующий раз Принимаем Что еще сказать На самом деле Темы заканчиваются Хронометраж Видео Уже час Тридцедва Темы у нас Еще не заканчиваются На самом деле Потому что у нас Есть еще одна Основные Основные Нет Ну типа Как раз у нас Одна еще Основная тема Это есть Это как раз Харемия Про которую я думаю Больше выскажешься ты Хотя Опять же Ты очень много Сейчас высказываешься Поэтому сейчас Давай начну я Все что я могу Сказать Про Харемию Которую мы Вот так вот Посмотрели Очень с херовой Подводкой Извините Начинаем Что такое Харемия Это аниме Повседневность Все Больше нахуй Нечего сказать Кроме того Что я скажу Она была снята По манге Еще далеких Далеких 2007-х годов Повествует Она просто Об отношениях Мальчика И девочки Ну и Второстепенных персонажей Которые находятся В их окружении У которых тоже Там формируются Какие-то Определенные пары А такая Обыкновенная Slice of Life Повседневная Школьная романтика Причем Как я опять же Определил это произведение Оно Дженерик Максимальное Даже для своего Времени Условно А этот Дженерик Подчеркивается В том числе Художественным Таким приемом Который можно На который можно Обратить внимание Тем что Даже я Я являюсь его Сейчас в принципе Олицетворением Этого художественного Приема Цвет волос Совпадает с цветом Глаз У всех персонажей Вот абсолютно Типа если у персонажа Там розовые волосы У него будут розовые глаза У персонажа Коричневые волосы У него будут Карии глаза Коричневые То есть Я в какой-то степени Случайно подготовился К этому Я хуй знаю Просто я обратил Да Я обратил на это внимание Что типа Это настолько Дженерик Это много где Используется И прикол в чем Как бы да Это аниме В котором Ничего не происходит Ну для массового Естественно Оно больше Про раскрытие персонажей Про вайп В том числе И вайп Времени Тех самых Того Когда писалась Манга Середины нулевых Который я как-то словил Как раз таки Просто с одной сценой Сейчас блять Меня шизом будут накрывать Но короче Я думаю Ты тоже помнишь Эту сцену прекрасно Когда собственно Главный герой Собственно Миямура От Хори Ну не от нее конечно А просто отдалился Тем что он Уехал в деревню Там к своим дальним родственникам И у него Разрядился телефон Он не смог Держать ей связь А так как Это были нулевые Это была раскладушка А что у нас тогда было Правильно У каждого У каждой модели телефона Были свои Проприетарные разъемы Да Проприетарные разъемы Для заряда Которого у него с собой не было И он Я когда пересмотрел Это не так давно Опять же Потому что я первый раз Давно смотрел Сейчас я пересмотрел Это вот Ну и до смотрел Соответственно Все остальные серии Которые я не успел тогда Я увидел Что типа Эта сцена занимает Буквально всего Две секунды Наверное Да Где он просто типа Есть такой разъем у вас Дядь у вас есть разъем Он такой типа Не нету Я что-то такой вот Мне она как-то сильно Вписалась в память И я просто словил Вайп с этого жесткий И Вот не знаю Как-то вот мне Это настолько зашло Что я такой типа Блядь Гениально же Ну не гениально конечно Ну то есть Ну это Ну типа В то время это Жиза просто А сейчас это Сейчас это выглядит Просто верно подмечено Потому что Да Если ты закончил Я сейчас буду Летать с двух ног Сейчас у меня нет Просто Сейчас у меня типа Есть такая херня Что типа Только Единственная херня Это то что У кого-то там Еще старый USB на телефонах У кого-то Type-C У кого-то Lightning Вот единственное сейчас Такое Такое различие могу назвать А тогда реально У каждой херни был такой Свой разъем И вот на этом Меня прям жестко Так триггернул Я такой Бля Просто вот Не то чтобы я прям Все это застал Но типа Я жил в это время Блядь я застал Ты застал Нет типа Я редко пользовался Прям чьими-то старыми Телефонами Как бы И у меня И у мамы была условно Одна и та же зарядка Всегда Например Но я знаю про эту херню Как-то Не просто Я застал то время Когда Мать Ну типа При выборе телефона Мне Типа Мы Типа Советовали с тем Что мы должны взять Телефон одной модели Не потому что она проверена А потому что Блядь зарядка будет Одна и та же Понимаете Ну то есть я Чуть-чуть застал Этой херни То есть я пиздюком Это был Ну С 2000 По 2013 Как бы Ну типа То же самое Там с 2005 По 2000 Тоже там где-то С 16 Может Ну что ладно Там уже типа Смартфоны появились У меня и прочее Ну да Первое яблоко Появилось в седьмом году Как бы За себя опять же скажу Что у меня этого не было Просто потому что Ну мне не приходилось Как бы у кого-то Еще заряжать там Телефон Через чью-то Еще зарядку И у кого-то Что-то просить У меня такой ситуации Не было Я просто ездил Я просто ездил к бабушке Для меня это что-то Ну типа Ладно Я тоже У всех у нас есть бабушки Да Очень странная мысль сейчас Ну ладно Сейчас я Как Самоназванный эксперт По Шоджо И Типа Знаешь вот этот мем Типа О Обожаю этот Блядь Слайс оф лайф сериал Интересно Что произойдет В следующей серии Бро Ничего И в этом на самом деле Есть какой-то прикол Типа Ты просто погружаешься И это ради вайба Все Ты смотришь ради вайба На самом деле Ты просто находишься Вот ты Слушатель Истории Вот твоих друзей Которые куда-то сходили На выходных Да Это выглядит так Просто Когда у тебя нет друзей Ты смотришь И не умеет Дай пять Я Авто пять Да Ну Просто Мы-то живем В разных городах Да Вот Созваниваемся Вот так вот В дискорде А я удаленщик Который практически Не выходит из дома И у меня тут В Питере Два друга Два-три друга А я А я выхожу Из дома Да Но у меня Типа тут Никого просто нету Ну вот Да Это нормально Как бы Для текущего времени Ситуации И Слайс оф лайф Дает послушать Обычные житейки Из житейской истории Чтобы вот Которые в том числе Могут быть даже жизненными Даже при наших Блять Образах жизни Да В какой-то степени Когда это же Когда это же Это сразу просто Двойной удар Как говорится Извините В самое кокуру Да Так вот По поводу Слайс оф лайфа Именно вот В виде хореми И чуть-чуть затрону Вот такой Так трудно Небиать атаку В нашем Да В переводе Эти Слайс оф лайфа Романтики Отличаются Максимально сильно Тем То что Для тех Кто смотрит Аниме Достаточно много Наверное Уже понимает Почему ты Ну либо Сейчас только Заметят Это Меньше В сратой Экспрессии Или Затуп Затупление Персонажей А что я имею ввиду Если В атаку не скажу Но А с хоремей Согласен Хотя и там Тоже есть Парочка моментов Буквально Чисто ради Комедийного эффекта Одного Буквально Да Вот Если просто Посмотреть То что мы Сказали Как бы Лучшая романтика Да Но чисто Из-за персонажей И сюжета Вот Кагуэ Там все равно Ты смотришь Иногда на героев И такие типа Блядь У вас иногда Ситуации херовые Появляются Из-за недомолвок Самый тупой прием Которым Используется Практически Вся сейчас Комедия На российском ТВ Что типа Ой кто-то Что-то не так услышал Или не договорил Из-за этого конфликт До конца серии Но Кагуэ Лучшая не поэтому На самом деле Да Она по другой причине Я имею ввиду Что приемы Вот эти приемы То что Недомолвки Ведут себя Персонажи Как-то слишком Слишком может быть Клишировано Или вот Один персонаж Настолько сильно Антипод другого персонажа Этого нет Там просто Реально обычные школьники И как Один мой персонаж У поведения Миямуры Учитывая то Каким он скрывается Да там Вот есть этот арк Где он скрывается И где он типа Ходит как Как дома У этого есть Ну вполне Сеологичное объяснение Нету Гиперэкспрессии Нету Недомолвок Они Блядь Разговаривают Как люди То есть Это аниме Как заметил Один мой товарищ Горопизированное Как заметил Один мой товарищ На самом деле Он даже сам Кстати не помнит Про Херемию Он это говорил Или нет Ну короче Это то самое Либо даже Про фарфоровую куклу Он это говорил Я не помню про что Но вроде В кукле Я просто посмотрел Совсем недавно Тоже такое есть Это то самое Это то самое Произведение Где герои решили Свои проблемы Просто сев И поговорив И поговорив Это блядь К сожалению Случается редко Очень редко В индустрии Манги Аниме Да Да и Вообще Нередко В ситкомах Такое Это тупые Слабые приемы В аниме Просто Учитывая Японскую экспрессию Это выглядит Прям совсем Как дичайший Тупизм персонажей Но Все решается Словами через рот И кстати В Ошиноко Есть сцена Посвященная Этому В манге Или в аниме В манге В сериале Ее еще нет Она будет в следующем сезоне Хорошо Я так понимаю Она как раз таки Будет связана Именно с Отношением Ты мог просто Мне сказать Дебил Вот так там Сцена эта Считай выглядит Я с таким вайбом Это сказала Рубяк Нет Но это сказали Акви Но не Руби Кана Значит Кана Кана Это Кана Но Я могу тебе Скрин скинуть На случай важных Переговоров Это связано Это связано С Аканой Да Нет Это связано Чисто вот между ними Ладно Хорошо Я могу просто Именно Скрин скинуть Где она на него орет Потому что Это на случай важных Переговоров Скрин Ну Может быть Вот Поэтому да Я сам правда Еще не дошел До Харемии Кусочек Потому что Блять Я же Кстати да Начала Начала выходить Харемия Кусочек Мне нравится Название уже Кусочек жизни Кусочек Харемии Да Я тоже Его не начал Еще И как раз таки Еще до подкаста Я как-то хотел Спросить тебя Мы же не будем Его обсуждать Потому что Мы же Опа его не смотрели Подмиг Подмиг Но мы сейчас Вот выяснили То что Нет Не смотрели Так что Сказать нечего Но я Буду смотреть Сейчас просто Причем Я думал Что все таки Типа Харемия Она Мангу Игранизовала Манга Потому что Само по себе Короткая Там Глав 30 Наверное Давай Ты читал Манга Манга очень короткая Я ее не читал Там по-моему 32 главы всего лишь Если я не ошибаюсь И это Юнкома Так что Она еще короче Я думал ее прочитать Потому что Ну типа Она короткая С учетом скорости Того Как я читаю Мангу Это 15 минут Буквально Да Это 15 минут Короче Для тех Кто не в курсе Это Вторая экранизация Вот Ну типа Чувствуется Что Вайп Очень старый Экранизация Вот эта Она вышла Блядь Вот сейчас Перепутать В первом году По-моему Она начала В 21 По-моему Либо в 20 Либо в 21 Что я В чем я точно Не ошибаюсь Это экранизация В 21 Да От моей В нынешнее время Любимой студии Кловер Воркс Да Это Кловер Воркс Обожаю Выходила В 21 Году Вот адаптация Вторая Первая адаптация Которая была заброшена На 6 эпизоде Выходила в 12 Манга Кстати вышла В 11 Манга в 11 В 11 Это было 2 Манги Насколько я помню Или в 7 выходила Я не помню Короче первая была в 7 В 7 рано В 7 рано Я сейчас Пока я чекал даты Там манга 11 Вот он молодец В 12 году Можно на Блядь На одном ресурсе Короче На май анимэлист На май анимэлист Май анимэлист нам не заплатит денег за рекламу Нет Это не май анимэлист На другом ресурсе На котором скорее всего Больше всего людей И там есть слово С одной популярной игрой На мобильнике Про покемонов В названии сайта Вот На нем Есть Та недоделанная Манга 2012 года Харемия С Типа С плохой Рисовкой Потому что там Не верили в проект И то что Да это была История очень понравилась Народу Но экранизовать С первого раза Ее не получилось А история действительно хорошая Так что советуем к просмотру Просто хорошая ламповая история Закончился переход от бутылфилда к Харемии Ну Мы начали с анимэ Закончим анимэ Ну в принципе Доказали что мы ноу лайферы Как бы день Да И возможно кстати на следующий В принципе Я даже могу знаешь Закинуть такой тизер А как насчет в принципе То есть Смотри Харемия Это Опять же Экранизована Моей любимой лично сейчас В данный момент Студией Кловерворкс 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 это Кловерворкс это Анимэ адаптация Персоны 5 Ну ладно Все мы совершаем Нахуй ошибки Как говорится Хотя Я не знаю Я вряд ли буду ее смотреть Но Это Негодник Которому не снилась Девочка Зайка сэнпай Ты смотрел? Нет Я Я очень советую На следующий выпуск Так сказать Тизеры Не я имею ввиду Что Я думал ты скажешь Типа вот То что Будет легко Уху Как бы Среднестатистического Зрителя Так что Кловерворкс это Спайкс Фэмили То бишь Семья Спайкс Фэмили Они Это Это фейк Стой Это не они сами Они чисто на этом На Подмоге были Спайкс Фэмили Ну Не Они Блядь Они вытянули Практически Половину первого сезона Ладно Хорошо То есть Спайкс Фэмили Первый сезон Фейт Ордер Это Фарфоровая кукла Фарфоровая кукла Это их работа Это аниме Паперсоне 5 Опять же И это Девочка Зайка Ребят Ну блядь Девочку Зайку Давайте честно Вы знаете Вы знаете И это И это Я напомню Кими носа Кими носа Дэваташи Уу И это Обещанный Неверленд Даже так Вот Даже так То есть Кловер Воркс Это как бы Одна из Бочи Зерок Это Бочи Зерок А блядь Как мы могли забыть Еще не дошел Еще не дошел Еще не дошел На Бочи Зерок Все Следующее 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 обсуждение У нас Бочи Зерок Мне кажется Знаешь Я думаю А если все таки Мы продолжим То выпуск по Творениям Кловер Воркс Мы можем сделать Я посмотрел Опять же Определенные И ты свои То есть Если ты например Смотрел Фейт И Нет Фейт я не смотрел Я знаю Что они выпускали Я хотел прикоснуться К Фейту Но это не Слайс оф лайф Хорошо Я потому что За слайс оф лайф От Кловер Воркс Это фарфоровая кукла Это Бочи Зерок И я про них Прям А и девочка Фарфоровая кукла Я тоже читаю Ван Гоинге Блядь Но я Не могу ничего сказать Я начинал ее чуть-чуть Но я не стал ее читать Потому что Все таки Новая глава выходит Все таки Больше красоты Я опять же Лет Года 4 назад Я был опять же Привеженством того Что реально надо читать мангу И я все еще считаю Что манга То есть Я такой анимешник Который считает Что аниме это говно По определению Аниме говно Если раньше я был хейтером Аниме и говорил Что аниме говно Сейчас я смотрю И говорю Что аниме говно Читайте мангу Но при этом сам не читаю Потому что Время И удобство Ну а мне наоборот Как-то проще Я стал находить время Именно на почитать Чтобы не втыкать наушники И типа Это правильно Ну то есть я смотрю Конечно что могу Потому что иногда То что я почитал Я все равно смотрю Потому что мне интересно Как это в движении Выглядит В озвучке В цвете Так что Может видеть я странный А может быть я Так и делаю не один Так что вот Мы можем Плавно переходить К рекомендациям Раз уж мы Закончили на Аниме ноте Я вкину Слайс оф лайфа Слайс оф лайфа Да Потому что мы Что-то не затронули Но крайне рекомендуем Если кто-то Вот на стороне Слайс оф лайфа То бессонница После школы И skip the lofer То бишь Давай безделие Или В лоферах В припрыжку Ее почему-то перевели Блядь Несколько раз Это все От названия Одного аниме То есть бессонница После школы И долой безделие Выберу это Давай я за тебя еще Добавлю то что ты говорил Но сейчас не упомянул Возможно А может быть даже хотел Но я перебью тебя Любовь к ямаде 99 уровня Это то что ты говорил А да Что я не смотрел Да Любовь к ямаде 999 уровня Тоже посмотрите Первые две серии Я думаю Вас смогут влюбить В аниме Вот И Что Давай так смотри За посредневность Я конечно добавлю У нас фарфоровую куклу Девочку-зайку И в общем-то Все что у нас Выходит от Кловерворксов А Я считаю Вообще Кловерворкс Сейчас Девочка До меня только сейчас Дошло что ты говоришь А этот глупый свин Не понимает Девочку-зайку The Rascal That Doesn't Dream of Bunny Girls and Pie Аааа Я не понял Она у меня тоже В листе Как бы Следующий Одно из следующих Хорошо Я может потому что Пересмотрю И фильм Скоро кстати По-моему еще один фильм Будет О ней О как О как Там был один фильм уже И по-моему будет Следующий Скоро еще 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 один Так вот Студию Кловерворкс Я считаю Вообще Это Я считаю Кловерворкс Это современный Киото Анимэйшн Тапки в комментарии Опять же напоминаю Но я реально так считаю Поэтому Да Закидайте нас А1 и Уфотейбл Поэтому 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 Кион В том числе И опять же Из таких Слайс оф лайфов Мы смотрели Коми-сан Точнее как Ты я так понимаю Смотрел полностью Я Не чекнул первый сезон Полностью Но я чекал Мангу Все Еще в те Далекие времена Когда там Только-только Двухсотые главы Начинались По-моему После этого Не чекал Но так что Я скажу Что Коми-сан Это Деконструкция С лайф оф лайфом Ну Что-то в этом есть Да Вот Таковы были наши рекомендации Скорее всего Сейчас я посмотрю На общий хрон Давай я скажу Да Я скажу Еще одну Такую Знаешь Общую рекомендацию В виде Я думаю Знаешь На следующий выпуск Мы все-таки Вместе Уже обсудим Человека-паука Паутины вселенных Потому что К тому моменту Он уже и в цифре выйдет И ты может его посмотришь Я-то его посмотрел В кинотеатре Да Со стороны Японского творчества Я думаю Мы сможем Порекомендовать Сузумы Закрывающие двери Потому что Я собираюсь его посмотреть Оно нашлось в качестве И в переводе Так Значит мы это смотрим вместе Вот такой вот Анонс Странный Вот Что еще Попробуйте Battlefield Да Попробуйте свое мнение По поводу Овервотч Не обязательно Высказывать мнение По поводу сделки Актиблиз Потому что Ну она уже состоится Она уже Сто процентов состоится Лучше Лучше дождаться Когда они сольются И Смотреть Посмотреть Насколько все плохо Насколько все плохо будет Сейчас Надумывание И перекидывание Одних Тех же мнений Которые длятся уже Довольно таки Долгое время Ничего лучше не сделает Давай я просто скажу Уже финала Я просто добавлю Что опять же В свое время Я смотрел на эту сделку Исключительно положительно Потому что Когда ее объявили Только-только Там Относительно Месяц или два назад Вышла Halo Infinite Которая тогда была Ебать какой просто Ну потом уже мы поняли Как она поддерживается И уже как-то Начались сомнения Определенные Но Я готов Все прощать Филу Я готов Филе просто прощать все До тех пор Пока в геймпассах Появляется персона И на ПК в том числе Пока появляется персона Потому что То самое Е3 22 года Лето А и Якудзо И Якудзо Но Восьмая часть Пока не будет В геймпассе Но пока есть все остальные До сих пор Прохожу Like a Dragon Я еще нет Я сейчас Я сейчас перепрохожу Lost Judgment И кстати Я делаю это сейчас На стримах И пытаюсь Синхронно переводить ее То есть Я прохожу Получается у тебя Как получается Получается у меня Просто блять Отвратительно Мне иногда кажется Что мне нужно Просто сидеть с тобой И просто как закадровый голос Сидеть Теперь и переводить Потому что я Хотя бы могу Просто текст видеть Постоянно Ну типа нет Пока ты играешь Ну я то тоже Как бы Это все делаю Ну просто Я очень хуевый переводчик Синхронно Я в принципе Хуевый переводчик Но английский у меня Я не знаю на каком Я бы хотел пройти тест На самом деле Елтиса Но Елтис сейчас Не сдается в России И то по-моему Это только для преподавателей Айльц Насчет с того Что он Айльц Че? Айльц 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 А Елтис Это че у нас? Ельц Может быть Ты хочешь сказать? Не Я не помню Как он называется Ну есть ТОФО То-Е-Ф-Э-Л И есть Айльц То есть Ельц Его еще называют Понял Хорошо Понял Ну Си-1 Си-1 Си-2 Блять Здесь Вообще сидит Да Я бы прошел его с радостью Но его сейчас не сдают в России Да Вот А так Ну если ориентироваться на Еще пока Кто-то Той Я сейчас мог уронить штатив Пока кто-то идет на Топик и GLPT О, а я сегодня увидел эту книгу Знаешь, сколько раз я ее открыл? Ноль Правильно Не, я эти только сегодня купил Потому что я уже устал онлайн учить Я хочу почитать Короче Не, на самом деле Надо бы уже Не могу расстрелиться нам долго Все-таки За вот эту книгу надо сесть Она полезная У меня была мысль Короче, знаешь Типа сесть за прохождение Persona 5 Royal Так как я ее сюжет хорошо знаю Сесть за нее уже именно с японским языком полностью У меня совсем другая тема Возможно, это уже послесловие Возможно, это обкатится Скорее всего, да Вот Я хочу Я думаю, мы скажем пока Уже прям в конце Да Давай Я хочу посмотреть Дораймон Вот этот вот детский мультик Вот для детсадовцев Про кота Дораймона Я хочу его посмотреть Чтобы Типа пробовать Понимать язык Ну, потому что Потому что Я думаю, что Мне надо Начинать с этого, блять Это, в принципе Базовые рекомендации От многих В том числе От изучающих Японских людей Которые говорят Что начинать Начинать надо Да В принципе С детских текстов В принципе Мне кажется Даже любой язык Надо начинать С детских текстов Да, я согласен Я чутка скажу Кстати, скажу За свою любимую тему Опять же за персону Что В персонах На самом деле Если вы не играете Я буду рекомендовать персоны В каждом выпуске теперь Шучу, нет Но Я скажу Что типа Поиграйте, пожалуйста В персоны Если вы боитесь Что там сложный английский То я скажу Что в пятой части В рояле Например Будем говорить За все последние пересдания Которые есть в геймпассе В том числе И на ПК Спасибо Филе Что их выпустил За это будем Любить вечно В них простой английский На самом деле Легче чем в якудзе Уж точно Это я так скажу И Чем Я-то играл Во все части В обратном порядке Потому что Ну я Три айкью Как у чехи Фудживары Здравствуйте И английский Там идет На убывание Скажем так Его Его сложность Если в пятерке Самый сложный английский И то Достаточно простой Сложный Там только знаешь Типа древние Вот эти вот Обороты Типа Амзау Вот это Латынь Какая-то Ну и Древний английский Такой У Теней Там У потусторонних Сущностей Вот этого всего Самое сложное То В четверке Английский Уже проще Он разговорный И его Многие Многие поймут В тройке Самый простейший Английский Ну и там Диалоги написано Как хуйня Ждем ремейк Ждем ремейк Третьей части Ждем ремейк Играйте Учите языки Учите языки Это полезно Приходите по нашим Рекомендациям Видимо Куда-то В гугл И Я думаю Что It's time to stop It's It's time to stop В следующий раз Если мы соберемся Если он будет Мы попробуем Потому что мы будем смотреть на вашу реакцию Да Мы попробуем рассказать что-то действительно интересное Да Мы попробуем А потом попробуем донести это до вас Да Что ж В общем вот так вот Закончился первый пилотный выпуск И последний Этого Отвратительного подкаста Спасибо что были с нами А мы с вами Всего доброго Приходите на наши твичи Если вам интересно Да Михаил Миксама Алексей Квоит До скорых встреч До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому